Всем добрый вечер. Добро пожаловать на трансляцию InfoDVD. У нас уже 19 часов московского времени. Будем начинать понемногу. Я вижу, что народ еще подключается. Поэтому привет всем, кто только заходит. Давайте сразу проверим, все ли слышно. Видно ничего пока не должно быть, только слышно. Если звук, напишите что-нибудь в чат, чтобы я понимал, что вы меня слышите. А я пока расскажу вам о том, что мы сегодня для вас приготовили. У нас сегодня, ну, лично для меня долгожданный прямой эфир. Сейчас объясню, почему. По тематике мы сегодня будем говорить об очень интересных вещах. Вот, конечно же, о трейдинге, но о таком аспекте, да, как формирование опыта трейдера. Не очень популярная вещь, практически никто про это не говорит, потому что считается, что самое главное это взять какую-то торговую стратегию, заниматься практикой, идти, идти, идти. В принципе, это правильно. Однако, как в любой профессии, в трейдинге есть определенные этапы становления трейдера, да, когда он проходит, когда он учится, когда он проходит какие-то ошибки свои. И бывают времена, когда хочется все бросить, если ничто непонятно, да. И это этапы большого пути, можно сказать, грубо. Вопрос в том, что абсолютное большинство новичков проходят его с чрезмерным количеством боли и страданий. И, к сожалению, это правда, да. Тратится много времени, тратится много сил, тут не получается, там не получается, денег мало, выходит с этого всего и так далее. Сегодня мы будем говорить о формировании правильного опыта трейдера. То есть о том, как совершать максимально правильные действия, чтобы вот всю эту рутину с становлением, с обучением, с выходом на какой-то результат пройти быстро. Вот. Поэтому сегодня будет очень много полезных советов, фишек, приемов, теорий и так далее. И я хочу вам представить, почему эта трансляция для меня является долгожданной. Потому что наш сегодняшний гость, спикер, это Сергей Отроченко, человек, с которым мы, надо сказать, проводим какие-либо обучающие программы редко, но всегда ждем их с большим удовольствием. Потому что именно, ну, пожалуй, я вот не знаю, у нас бывают раз в год, бывают даже реже проходят такие флагманские обучающие программы по ручному трейдингу на Форекс для начинающих. И каждый раз я не перестаю удивляться тому, насколько Сергей может грамотно, правильно, быстро и четко взять и поставить человека, который вот просто ничего не знал о трейдинге, поставить его на ноги в этой профессии и научить его зарабатывать деньги. Это действительно что-то потрясающее. У этого человека есть чему учиться постоянно и что я вам сегодня рекомендую делать. Сегодня трансляция будет, наверное, большой. Ну, примерно мы ориентируемся часа на полтора, может быть, будет даже два, потому что мы хотим также ответить на все ваши вопросы сегодня по материалу. И самое главное, конечно же, сегодня не обойдемся без презентации. Мне есть, что вам рассказать, что вам предложить относительно нашего с Сергеем Атрощенко новым проектом, который мы, естественно, сегодня вам представим. Это очень интересная, масштабная, я бы даже сказал, амбициозная задумка, которая вам точно понравится. И кроме того, сегодня на прямом эфире мы озвучим специальные условия. Речь не идет о скидках, каких-то там снижении цен и так далее. Речь пойдет сегодня о специальных условиях, специальном бонусе, который получат только те люди, которые досмотрят эту трансляцию до конца и запишутся на это обучение. Это будет специальный скрытый бонус, о котором мы не скажем больше никому и сейчас не скажем, скажем только в конце, когда я буду делать презентацию. Поэтому всем рекомендую досидеть до конца. Это очень классная, сильная и мощная программа и тот бонус, который мы для вас приготовили. Но обо всем этом потом, обо всем этом в конце. Сейчас призываю вас решить технические проблемы, если они какие-то есть, если там не слышно, не прерывается и так далее. Трансляцию рекомендуем смотреть в браузере Google Chrome. Если сейчас у вас все хорошо, ничего трогать не надо, если будут проблемы с качеством картинки, со звуком, первым делом попробуйте обновить страницу или зайти с другого браузера, потому что мы вещаем через платформу YouTube, она максимально, так скажем, либерально относится к совершенно разным интернет-соединениям и к качественным и некачественным везде должно быть более-менее хорошо и нормально. Сразу напомню, что вам будет доступна регулировка качества настройки. Вы просто, если подведете курсор мыши к плееру, увидите там в правом нижнем углу шестеренку настройки, можете кликнуть на него, выбрать качество. По умолчанию там стоит автонастройка. Вы можете выбрать самое высшее 720p. И картинка будет максимально четкая. Ну, такой небольшой ликбез по техническим моментам. Ну, сейчас будем начинать. Также я вам хочу сказать, что в конце объявим содержание. Данная трансляция у нас первая, но не последняя. У нас впереди есть еще две отличные, интересные и очень вкусные трансляции, которые мы проведем на следующей неделе. Когда и что, тоже в конце я скажу. Вот. Так, ну, вроде бы совсем разобрались, поэтому давайте будем начинать. Всем спасибо, что отписались, поставили плюсы. Вижу, что вы меня слышите. Все, будем начинать. Итак, наш ведущий сегодня, Сергей Иванович Атрощенко. Давно мы ждали этих мероприятий, открытых, этого совместного запуска. Еще раз говорю, будьте внимательны, впитывайте буквально каждое слово, потому что этот человек знает, о чем говорит. У него есть потрясающие результаты учеников, просто немыслимые, о которых мы также в конце немножко поговорим и затронем. Все. На этом сводное все. Итак, Сергей уже здесь у нас в студии на связи. Пожалуйста, Сергей, вам слово. Я микрофон свой пока тогда выключаю. Добрый вечер, дорогие друзья, коллеги. Рад всех приветствовать на этой трансляции. Значит, постараюсь меньше лить воды, чтобы вам было интересно, полезно, понятно. Сергей, я извиняюсь, что вас прерываю, что-то треск появился по звуку, попробуйте перезайти в комнату, если можно. Мне кажется, это решит проблему. Да, сейчас, одну минуту, одну минуту, да, отрезка микрофона, ну, ничего страшного. Сейчас Сергей перезайдет и начнем. Так, алло, алло. Вот, сейчас отлично. Сейчас нормально, да? Да. Хорошо. Так, друзья, отпишите, пожалуйста, все-таки давайте опять же настроим техническую часть. Слышно, виден ли экран сейчас? Отпишите, пожалуйста. Так, я вот запускаю экран, не знаю, идет, экран не идет. Нет. Виден ли экран? Так, чтобы мы не отвлекались. Так, экран видно, слышно? Да? Отлично, хорошо. Спасибо Михаилу за такое хорошее представление. Спасибо всем, что вы сегодня собрались. Я, как уже выше сказал, что, или ниже, уже это в прошлом, постараюсь сегодня быть максимально полезным для вас. Вот, потому что, скорее всего, вы уже давным-давно пересмотрели кучу различного рода материала в интернете, и уже достаточно много, знаете, различных аспектов трейдинга, поэтому постараемся более полезно поработать. Итак, ну, конечно же, скорее всего, сегодня есть новички, и я попрошу, друзья, отпишите, пожалуйста, кто до года в трейдинге, кто до года в трейдинге и у кого нет результатов. Вы можете словами, не плюсик ставьте, а, пожалуйста, напишите словами, чтобы я хоть понимал, какая у нас часть аудитории сегодня собралась. Вот. Кто уже давно, можете написать, там, я 10 лет, там, 7 лет, 5. Так, чтобы немножко мог скорректировать, в какую сторону двигаться и помочь вам. Так. Так, раз, два, три. Три человека отписало. Так, я новичок, у меня интересная тема, у меня сразу вопрос. Немного провокационный. Чем опыт отличается от знаний? Поясните, пожалуйста, на примере, когда у человека были знания, но не было опыта, и он совершил ошибку, а был бы опыт, он бы ошибки не совершил. Есть такой хороший вопрос. Так, два, три года, отлично. Так, я 10 лет, но все по-среднему. 13 лет. Егор, уважаю, 0,3 года. Хорошо. В принципе, аудитория понятна. Вот, Сергей, три года я вас узнаю. Так, все ясно, друзья. Значит, хорошо, будем тогда начинать. Я хочу сразу вас обрадовать. Дело в том, что этот год у меня был достаточно тяжелый и достаточно хороший. Дело в том, что в этот год я посвятил очень много статистики, анализу и практике, естественно. Большой-большому количеству практики. Чем для меня этот год стал эффективным? Я уже давно обучаю людей. Вот, и этот год стал для меня эффективным тем, что самое интересное, что произошло, в статистическом плане гораздо больше увеличилось число прибыльных учеников. Это меня очень радует. Очень-очень радует. Итак, теперь по делу. Значит, вебинар будет сегодня называться «Формирование опыта трейдера и его торговой системы». Так, «Формирование опыта трейдера и его торговой системы». Хорошо. Итак, смотрите, трейдинг – это, конечно, вещь достаточно серьезная. Почему серьезная? Потому что приведу вам пару примеров. Вот у меня обучались достаточно весомые люди. Да и вообще сталкивался с людьми, которые были очень-очень успешны в классическом бизнесе. Что я называю классическим бизнесом? Это, к примеру, у человека есть сеть ресторанов. У меня обучались люди, которые были директорами, также замдиректорами атомных энергостанций. А потом были люди, у которых была недвижимость, то есть по капиталовложениям очень много денег вложено в недвижимость, и они там преуспевали. То есть, но когда они сталкивались с трейдингом, у них совершенно отличалось, даже радикально отличалось восприятие этого дохода, этого вида заработка, вида деятельности. И у них, к сожалению, не было результата. Несмотря на то, что они были в себе чрезмерно уверены, и несмотря на их уверенность, допустим, когда человек успешен, когда человек знает какие-то рычаги, которые он применяет в жизни, но которые не работают в трейдинге, это уже, конечно, их задевает самооценку. Смотрите, вот много из нас приходит в трейдинг, но на самом деле и много из нас обучаются в тех или иных авторов, да, много людей, но мало людей, у которых есть действительно регулярный доход, стабильный доход. Вот, поэтому, что бы мы ни делали, наша цель, если мы уж пришли в трейдинг, то наша цель получать регулярный доход. Вот, то есть, самое важное, это не то, чтобы вы пришли, сорвали куш и ушли. Самое важное для вас, это системный подход, который будет вам приносить стабильный результат. Это очень важно. Вот, я иногда буду переключаться в чат, чтобы следить за вами. Итак, давайте рассмотрим стандартную ситуацию. Ну, допустим, человека, который приходит в трейдинг. Естественно, по большинству опросов моему, люди приходят в трейдинг для того, чтобы подзаработать. То есть, большинство из людей, это люди, мужчины в среднем от 30 и примерно до 60 лет, даже от 35. Вот, девушек гораздо меньше, львиная доля 90% мужчин. И люди довольно серьезные. Поэтому давайте сразу ответим на такой вопрос. Почему большинство людей, вот я употребляю вот это слово, проигрывает? Да? Именно проигрывает. Ну, или не имеет регулярного дохода с трейдинга. Несмотря на то, что сейчас идет просто завораживающая тема с биткоином, там, с производными, там, лайткоин и все прочее. Все равно люди не имеют того дополнительного источника, чего они ожидают от трейдинга. Итак, давайте сразу мы будем рассматривать каждый пункт. Первый пункт. Первый. Это люди хотят мгновенных результатов. Вот. Теперь давайте разложим немножко этот пункт на полочки. Это я сразу вам немножко в холодный душ и себя, и вас опускаю для того, чтобы мы с вами немножко чуть-чуть вначале переоценили наш подход к трейдингу. Трейдинг – это очень-очень серьезная среда. Вот. Люди сразу приходят с большим заряженным, так скажем, потенциалом зарабатывать, сорвать куш. Ну, пускай это будет стабильный источник дохода. Некоторые уже на это нацелены, и это уже первый плюс. Вот. Поэтому, конечно же, не у всех получается зарабатывать миллионы и миллиарды, да. Самое важное для нас – это чтобы мы не теряли свои кровные. Большинство из вас, которые присутствуют на вебинарах, сейчас на данном вебинаре, вот те, которые пробовали себя в трейдинге, люди не миллионеры, да, потому что если бы мы были миллионерами, мы бы по, ну, то есть по логике, мы бы, ну, там какую-то часть, процентов 10, мы бы пробовали себя в трейдинге. Вот. Поэтому давайте вот эти эмоции, вот, вот эти эмоции, они могут немножко перехлестывать вот эту нашу подводную работу, да, то есть вершину айсберга, вот вершина айсберга, да, и вот она, наша работа, то есть я хочу сразу вас настроить на то, что вы сможете зарабатывать, вы сможете зарабатывать, но нам нужно немножко поработать. И вот второй момент, который мы с вами сейчас переходим. Рынок – это достаточно жесткая среда, вот. Это жесткая и эмоциональная среда, которая визуально начинает давить на трейдера. Очень много ошибок, которые трейдеры совершают, это психологический аспект. Вот. И во-вторых, что это за среда такая, да, то есть это сплошные манипуляции, поэтому из всего того, что мы будем смотреть, я вам даже вот, хорошо, давайте я вам сейчас покажу некоторые манипуляции, которые, то есть действия крупных игроков на рынке направлены на то, чтобы извлечь прибыль для себя. И неважно. То есть простые трейдеры, спекулянты, как мы с вами, это в большинстве случаев становится жертвами, поэтому политика как такового, можем сказать в кавычках, бизнеса, огромного, такого как трейдинг, это извлечение прибыли крупняка. Ну вот давайте я вам сейчас покажу. Просто вот мне сейчас нравится то, что было по Канаде. Очень много интересных моментов проходило. Вот обратите внимание, смотрите, я вам очень простой покажу пример. Итак, давайте я на H4 покажу сразу, ну чтобы вас сразу настроить на то, что я говорю, и доказывать это словами. Наверное, может быть, слишком темно, но, я думаю, может быть, будет достаточно и хорошо видно. Если нет, я могу светлый график сделать. Смотрите, это Канада таймфрейм H4. Я уже этот пример показывал. Смотрите, у нас идет наклонный канал. Вот что я называю манипуляцией наклонными каналами. Это обычный теханализ. Вот идет у нас наклонный канал. Смотрите. Вот раз, два, три. Вот как цена отрабатывает. Обратите внимание, цена идет к наклонному каналу. Потом цена начинает отталкиваться от наклонного канала. Теперь давайте переключимся на H1. Смотрите внимательно. Вот он, синенький наклонный канал. Теперь обратите внимание, давайте по косточкам разберем эту ситуацию, чтобы вам было более понятно, с чем мы с вами сталкиваемся. Значит, вот здесь, вот в этом месте была последняя манипуляция. То есть это движение вверх и потом резкий уход. Резкий, мы видим, уход вниз. Смотрите, вот в этом месте раз. Крупный игрок начал вливать свои деньги. Даже вот все началось, конечно же, вот с этого места. Вот это место раз. Но мы здесь, в принципе, пока еще на переломе. Вот здесь уже состоялся перелом. Конечно, это видно постфактум. Постфактум, но пробой уровня был здесь. Вот в этом месте было влито большое количество средств для того, чтобы двинуть рынок. Потом, при пробое этого уровня, толпа начала продавать. Естественно, состоялся выхлест толпы вверх. Вот так вот. Потому что, ну зачем тянуть пассажиров вниз? Смотрите, выхлест вверх состоялся практически в эту зону. И потом цена пошла к этому наклонному каналу. От него цена начала отрабатывать. Вот таким вот образом. И теперь давайте я вам расскажу. Если мы говорим о нормальной структуре рынка, то она примерно строится вот таким образом. Примерно вот таким образом. Пробой. Это если такой взять идеальный вариант, который тоже встречается сейчас. То есть, структура рынка более имеет хороший угол наклона. Если мы ее вот так возьмем. Вот хороший угол наклона. Вот так. Пускай здесь будет альфа. Здесь, если мы возьмем именно вот эту тенденцию, вот, да. Посмотрите, какой пологий тренд. И он флетовый. В основном он идет очень-очень флетовый. Теперь давайте посмотрим еще раз. Я все это немножко уберу. Итак, опять пробой, вливание денег, вливание денег. Первый отскок от наклонного канала. Смотрите. Итак, пробой. Здесь цена не закрепилась и не пошла вверх. Пробой. Возврат опять к наклонному каналу. Провокация для того, чтобы оттолкнуться от него. Окей. Дальше. Обратите внимание. Опять. Вот в этом месте. Пробой. Опять цена не закрепляется здесь. Опять идет реакция к наклонному каналу. Опять дальше. Пробой. Опять к наклонному каналу. Вот здесь очень сильный сбор ликвидности. Пробой вершинок. Вот таким вот образом. Вот. Пробой вершинок, вершинок, вершинок. Значит, это, конечно, провокация на бай. Плюс от наклонного канала провокация на бай. То есть показывает, конечно, что теханализ работает. Теханализ-то работает. Но вот здесь накапливается довольно хороший потенциал покупателей. Да. И мы с вами понимаем, что вот здесь прошлая область продаж. Вот она идет. Прошлая область продаж. Вот. И потом мы видим, как канада стрельнула вниз, да, пробивая вот эти все низиночки. Вот эти все низиночки. Вот тут стоят все стопы. Вот тут. То есть я, в принципе, вот с этого момента входил. И мы с ребятами взяли вот это движение. Я пошагово публиковал каждое мое размышление, то, что канада стрельнет вниз. Просто я к чему говорю? Я говорю, что, друзья, рынок – это жесткая среда. И вот здесь, и вот вы даже посмотрите, чтобы вот так прояснить ситуацию, разложить по полочкам логику крупного игрока, это нужно достаточно иметь сильный опыт. Почему? Потому что внизу здесь опционная зона держала. Вверху тоже здесь опционная зона держала. А слева в фоне, в контексте, были объемы. Да. Вот здесь были объемы. Здесь сбор ликвидности от теханализа проходит. Потом вот здесь идут провокации, пробои, да. То есть здесь происходит сбор и провокация. Сбор ликвидности, провокация на покупки. Вот. Поэтому сразу же полетела канада вниз. Но в общем мы разбираем вот этот весь контекст. Поэтому действия крупняка направлены, естественно, против таких и крупных спекулянтов, и мелких спекулянтов, но с целью заработка. И я могу тысячи примеров показать, где действительно разводят, как разводят. Вот, и толпу. Поэтому давайте, друзья, оценивать ситуацию. Ну, чуть-чуть подготовимся к тому, что рынок это более жесткая среда, чем просто, а, пришел, срубил куш и все, ушел миллионером. Вот. Значит, переходим сразу к следующему пункту. Это правильное знание. Это правильное знание. Вот. То есть об этом мы поговорили, поговорили. То есть правильное знание. Значит, что я собой, что под собой я подразумеваю правильное знание? Правильное знание о рынке – это смотреть на рынок такой, какой он есть на самом деле. Вот. То есть это среда агрессивная. Вот. Поэтому в этой агрессивной среде нам нужно понимать, где мы сможем работать с большой вероятностью. То есть что такое с большой вероятностью? Все на рынке, все трейдеры на рынке не могут похвастаться тем, что они могут со стопроцентной вероятностью сказать, что я точно знаю, куда пойдет цена. Такого никогда не было и не будет. Вот. Ну, может, да. Может быть 95% трейдеры, которые действительно практики, которые работают, которые отслеживают глубину рынка по объемам, по всяким агрегированным сделкам. Можно в какой-то момент предположить. Если бы так велась работа, то, естественно, я бы работал без стопов. И трейдеры работали бы без стопов вообще. То есть они бы и на всю котлету входили. Поэтому правильное знание, по моему опыту, да, это понимать, куда с большой вероятностью, ну, допустим, с 80% или вероятность больше 60%. Куда с большой вероятностью пойдет цена и в этом всем сформировать свою торговую систему, которая будет приносить вам прибыль. Ну, вот. Поэтому, вот, откровенно сказать, ребят, во всей, вот, допустим, во всей вот этой вот ситуации здесь точек входа не так уж много. Да, конечно, у каждого свои торговые системы, торговые сигналы. Вот. Но ведете ли вы статистику своих торговых сигналов? Потому что, ну, допустим, я вам покажу вот такой паттерн, как, сейчас, что вам показать? Конечно, это не тот график, но, допустим, сейчас я вам покажу паттерн, который интересный по объему. Вот, смотрите, к примеру, идет у нас цена. Даже, наверное, вам не видно будет. Вот. Вот, к примеру, идет у нас цена. Идет цена. И вот здесь она застопорилась. Да, вот здесь застопорилась. Вот. То есть здесь нарисовался некоторый флет. К примеру. Вот, очень интересный паттерн. Это пробой флета этого. Так. Мы видим какую-то свечу. Вот. Если мы берем объемы, то мы видим здесь максимальный объем. Так. И мы видим, что цена закрепляется ниже этого флета. Да. То есть вот здесь, ниже этого флета закрепляется. В принципе, точка входа у нас, вот она, наша точка входа, да. Вот стопик мы ставим вот сюда. И, в принципе, можно отработать эту сделку до ближайшего минимума. Да. Но, друзья, вот по евро, по фунту хорошо отрабатывает. Вот этот вот сигнал, вот этот вот паттерн довольно неплохой. Но, если мы возьмем статистику по новозеландскому доллару, да, СДА, ну, новозеландский доллар, то этот паттерн, ну, довольно плохо работает. Поэтому нам нужно тоже понимать, на каких инструментах работают те или иные паттерны. И какова статистика отработки, что вот я начал в последнее время этому много уделять внимания. Потому что у меня были ребята, которые, ну, действительно, сигналы, которые портили статистику, которые отрабатывали все, вот, на евро, на фунте, на франке. Но по НСД там статистика портилась. Поэтому сейчас у меня более такой, более качественный стал подход. Так, я сейчас почитаю, что вы пишете, и будем продолжать. Так. Так. Так, Рушан Авасов. Я в начале пути, новичок, хочу понять суть трейдинга. Трейдеры играют друг против друга. Так ведь, если один выиграет, то другой проиграет. Допустим, что у всех трейдеров одинаковый опыт и одинаковое знание. Кто в такой ситуации выиграет, а кто проиграет и почему. Ребят, давайте так. Я постараюсь ответить на ваши вопросы. Вопросы очень интересные. Так, так, так. Я просто хочу понять вот то, что я говорю. Ваш ход мысли в тему того, что я говорю. Да, чтобы мы не конфликтовали друг с другом, а наоборот, мы же здесь, чтобы вместе зарабатывать. Вот. Мы не конкуренты друг другу. Вот. Поэтому... Ага, понятно. Это вы отвечали на вопросы. Друзья, давайте так. Смотрите. Мы вместе разберем эти вопросы. Вы пока друг другу не отвечайте на них. Вместе потом разберемся. Вы послушайте, пожалуйста, суть. Хорошо? Вот. Суть послушайте. Итак, двигаемся дальше. Значит, смотрите. По нашему плану. Так. Итак, нет правильных знаний. Значит, наша задача с вами определить места на рынке, которые будут либо отрабатываться... Вот это две задачи, которые я ставлю. Вот. Для вас и для меня. Которые будут отрабатываться, ну, примерно с 80% статистикой. Так. Вот. Вот. И как нам вытягивать депозит, чтобы он был в плюсе, в постоянном росте? Либо... Это два условия. Либо соотношение стоп и тейк минимум где-то 1 к 3. Так. То есть вот эти два варианта, которые могут работать. Потому что, ну, к примеру, если у вас идет количество сделок, ну, допустим, количество входов, а если мы возьмем евро инструмент, или евро, или, ну, не знаю, ну, возьмите тот же самый биткоин, мне, в принципе, все равно. Самое главное для нас это положительное мат ожидания, то есть положительная вероятность. Ну, допустим, 1, 1, 1, 1. Вот, допустим, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 входов, да? Вот. Допустим, возьмем вот это условие. Если у вас 3 минуса подряд, то обязательно третий должен быть плюс, который перекроет ваш минус. Но опять же таки мы получаем статистика нулевая. Нулевая. Вот. Поэтому не забываем еще, что где-то мы, ну, допустим, мы вошли в сделку, которая должна отработать 1 к 3. Здесь стоп. Здесь у нас, к примеру, тейк, да? Где-то мы раньше зафиксировались. Так? Вот уже статистика не 1 к 3. Вот здесь работала психология. Уже 1 к 2 получается, или 1 к 2 с половиной. Поэтому вот сюда включается уже статистика с вероятностью, которая должна отрабатывать нашу вероятность, да? Чтобы мат ожидания было больше и больше. Вот именно я сейчас к этому стремлюсь, друзья. Дальше. Вот все. Вот это, да? Вот это следствие. Вот это. Это будет как следствие создания торговой системы. Хорошей торговой системы. Но теперь я скажу важную вещь. Даже если у нас есть торговая система, рабочая, прибыльная торговая система, то она может действительно хромать, если у нас будет мало опыта. И вот эти два пункта, они совместимы. И если мы не поработаем над своей психологией. Потому что, опять же таки, для того, чтобы регулярно нам зарабатывать в трейдинге, нам нужно подтянуть вот этих два пункта. Торговую стратегию, торговую стратегию, ТС, да? Мы ее назовем. Я вам дам. У меня есть торговая стратегия протестированная, которая работает. Вот этот пункт я отследил. Все. Здесь можно поставить плюс. Даже вот этот пункт, даже если сделки не один к трем или один к двум, то этот пункт может вытягивать. Вам останется поработать, друзья, вот над этими пунктами. Вот это мы будем говорить на третьем вебинаре. Вот я буду говорить, как это более систематично, что с этим делать. Потому что не все, друзья, не все справляются с психологией. Вот. Вот давайте даже я вам покажу пример. Так, я вам покажу пример. Смотрите. Итак, вот обратите внимание. Я у нас в ноябре прошел тренинг. И я лично каждому задавал вопрос, писал, что происходит с вами, какие результаты, все ли понятно, все ли хорошо. Значит, последовал вот такой вот ответ. Добрый день. Торговля пока убыточная. По закрытым сделкам. Новая торговая система, понятно. Но на практике не все правила выполняются. Открываюсь по рекомендациям в основном. Хотел нахождение, ну, там понятно, сфер доходность понятия относительно. Если речь идет о среднем сроке, то нелегко ждать. Я думал, средний срок это неделя раньше. По ТС рано или поздно начну пользоваться по правилам. Как вижу график, теряюсь. Вот как вижу график, теряюсь. Без индикаторов точку искать сложнее. Я пишу. Короче, как у всех психология. Ну да, борьба с самим собой. И, друзья, вот таких вот ответов, к сожалению, наверное, больше половины. То есть реально люди не справляются со своей психологией. Даже если есть торговая система, прибыльная торговая система, то нужно поработать еще с психологией. Люди очень теряются. Даже люди настолько узнают себя. Я помню, раньше был такой пример, что нормальный, интеллигентный человек, работающий в сфере образования, начал заниматься трейдингом. После трейдинга, после некоторых занятий, жена узнала своего любимого с другой стороны, оказывается. Маты, раздражительность. Мышку начал бить об стол. То есть, понимаете, как люди, потенциал открывается у людей какой. То есть люди не знают себя. Это очень важно. Так. Ну что, сегодня мы пока, я смотрю, пошли дискуссии насчет объема. Смотрите. Итак, теперь от простого к главному. Торговая система. Кстати, давайте так. Напишите мне, пожалуйста, в чат, у кого есть уже торговая система. Я хочу сказать, у кого из вас есть протестированная, прибыльная торговая система. У кого из вас есть торговая система. Отпишите, пожалуйста. И сразу напишите, что такое торговая система, по вашему мнению. То есть, два вопроса. У кого есть торговая система прибыльная, протестированная. И что такое торговая система. Определение напишите. Мы сейчас с вами чуть-чуть, ну не то, что подискусируем, поговорим. Так, Владимир плюсик поставил. У Владимира есть. Хорошо. Вы пока пишите, я постараюсь почитать ваши вопросы. Ох, я чувствую, друзья, вебинара я не доведу, потому что очень много хочется вам дать. И поговорите. То, что я говорю, это важные вещи. Так. 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 Так, Сергей. Набор правил для поиска точки входа в рынок. Хорошо. Так, Александр. Правила есть ли? То. Так, Сергей. Есть торговая система? Нет. Нет, ТС определенные действия. Так, Вадим. Торговая система – это постоянство или закономерно? Чуть по чуть, но с плюсом. Так, Александр. Системы нет. Покажите на графике объем. Ребята. Сейчас я покажу вам объем. Пускай загружается. Сейчас покажу объем. Но сама суть то, что... Я научился по голому графику оценивать действия крупных игроков. Я дальше это вам расскажу. Так, так, так. Только на демо-система понять, когда войти и когда выйти. Иногда на демо мы можем чувствовать себя хорошо. Потом, когда переходим на реал, вот тогда начинается психология. Ага. Вот, Рома... Вот, извините, если я, может быть, некорректно. Романидзе, да? Нас бы тут не было, если бы у нас был АТС. Ага. Ну, я так и понял, что здесь все люди, которые хотят, чтобы у них была нормальная торговая система. То есть набор правил для входа в рынок. Логично, да. ТС нет. Список правил входа в рынок и выхода из него. Угу. Список входа в рынок и выхода из него. Да, хорошо. Рушан, я поверхностно изучил теорию, сделал такой вывод. Возможно, неправильная торговля. Торговая система может быть, но это не значит, что именно эта система привела вас к успеху. Так, вот теперь я, в принципе, ожидал именно такой постановки ответа. Так, Егор пишет. Система, преследование которой будет положительный результат. Да, хорошо. Итак, смотрите. Многие скажут. Многие вот даже могут сказать так. Торговая система. Это не значит, что когда есть торговая система, она даст положительный результат. Или при соблюдении могут быть различные входы в рынок и так далее. Многие скажут, что здесь нужна некоторая степень интуиции. С этим, возможно, соглашусь. Но в большинстве случаев я, наверное, все-таки и не соглашусь. Вот. Значит, мой ответ будет такой. В любом случае, друзья, нам нужно стремиться к торговой системе, которая приносит плюс. Иначе, если не будет торговой системы, которая... Как мы будем работать на рынке? То есть, ну, 50 на 50. Вот. Нас съест психология. Поэтому торговая система, она важна, которая приносит положительный результат. Дальше второй этап. Второй этап будет заключаться в том, чтобы наиболее приближенно... Мы не всегда четко, точно будем соблюдать торговую систему. А где-то раньше войдем, где-то, может быть, и больше возьмем прибыли. Но нам нужно стремиться для соблюдения этой торговой системы. Потому что, если торговая система паттерны, да, будут убыточные, да, вот, то, конечно же, ну, какой прок от этой системы, если мы будем соблюдать правила ее, а она не будет приносить результат. Это, ну, такие банальные вещи. Вот, Егор, вот, интересно, хорошо сказал, система преследований, которой будет положительный результат. Так, синяя река, набор правил для установки тейка и стопа в ходу сделку. Хорошо, свод жестких правил, соблюдая которые, мы получим результат. Хорошо, молодцы, спасибо за ответы. Итак, торговая система, вы все правильно, большинство из вас, большинство, большинство, это да, правильно написало, что торговая система, естественно, это комплекс ваших сигналов. Для конкретных условий, для конкретных условий входа в сделку, сопровождения сделки и выхода из нее. Что мы во всем этом, в этих понятиях мы имеем? Мы имеем определенный таймфрейм, таймфрейм, да, или переключение таймфреймов. Вот, мы имеем конкретные условия, мы имеем конкретные условия входа в сделку. Чем это обусловлено? Тем, что нам нельзя беспорядочно, хаотично оценивать рыночную ситуацию. Ни в коем случае нельзя ее хаотично оценивать. Также нам нужно уметь понимать, что нам нужно, конечно, как говорится, проводить девушку до двери, так и здесь сопровождать сделку до тейка, да, до выхода из нее. Здесь, конечно, еще такое правило, понятный стоп. Вот, сопровождение сделки, ну, допустим, мы понимаем, что у нас идет какой-то тренд, да, пошла проторговка, был ложный выхлестк и пошло движение в обратную сторону. Мы с вами можем, как оценить эту ситуацию? Мы можем понять, что, допустим, у нас вот в этом месте может состояться точка входа в продажу, стоп, естественно, первым мы ставим сюда, здесь конкретный стоп, конкретная точка входа, и вот здесь нужно ее сопровождать. До каких моментов, большинство трейдеров не знают, до каких моментов ее сопровождать. Я вас сегодня, конечно, не буду грузить, в каких моментах в большей степени отрабатывается статистика, чтобы у нас был больше плюс, да. Вот. Конкретная ситуация, условия, вход в сделку и сопровождение. Хорошо, дальше идем, идем дальше. Ну, давайте просто, просто постараемся для тех, кто вообще не имеет понятия о торговой системе, мы постараемся хотя бы примерно, это вопрос, этот пример не совсем такой корректный, но все же хотя бы приближенно постараемся понять, как работает торговая система. Вот я давным-давно этот пример приводил, сейчас мы на практике чуть-чуть его проанализируем. Итак, вот пример обычной торговой системы. Смотрите, торговые системы бывают трендовые, бывают флетовые. Это трендовая торговая система. Мы определяем конкретный таймфрейм, допустим, М15. Условия. Какие, как мы выше говорили, какие у нас условия? Первое условие, это должен открыться веер, да. Цена, вот, со скользящими средними. Цена должна быть выше или ниже 200 скользящей средней. Так. Вот, это тяжелая средняя, допустим. Я говорю, друзья, ни в коем случае вот эту торговую систему, которую я вам показываю, не применяйте на практике. Это просто как пример, вот, для того, чтобы мы, ну, наши мозги начали сейчас работать. Вот, теперь дальше идет конкретное описание входов. То есть должна созреть ситуация. Вот, допустим, цена закрепляется над, там, 15 скользящей средней. Вот, давайте, допустим, мы возьмем, так, сейчас мы откроем. Просто это будет как показательный пример. Вот. Ну, вот, допустим, смотрите, смотрите, ситуация сейчас, ситуация сейчас флетовая. Вот, что нам нужно? Вот. Значит, первое условие, первое условие, это чтобы цена, ну, к примеру, закрепилась за 200-й средней. Вот она, зелененькая, вот эта. То есть, чтобы и при этом открылся вверх. Вот здесь, в принципе, ничего красивого нету. Вот. То есть, ну, вот смотрите. Вот, допустим, у нас начал открываться именно вот так вверх. Цена вот здесь, ну, допустим, вот она скользящая. Цена здесь у нас начала закрепляться выше, вот, 200-й. Так, какие у нас условия? Ну, вот цена закрепляется, находится выше 200-й средней. И закрепляется выше 15-й и 55-й. Так, вот, что мы имеем? Так, это мы спрячем пока. Так, что мы имеем? Значит, так. К примеру, вот у нас 55-е, вот у нас 15-е, да? Мы видим, что, в принципе, пошел тренд. Тренд, вот здесь, конечно, идет у нас коррекция. Так. Окей. Вот. Значит, вход от коррекции. Стоп за 120-ю или 200-ю. Среднюю и за коррекцию. Вот. Ну, допустим, так. Смотрим. Вот здесь. Вот. То есть, у нас есть конкретные условия. Мы видим, вот веер открылся. Итак, вот у нас коррекция. Раз. Вот у нас коррекция два. Вот. Обратите внимание. Значит, стоп мы ставим за коррекцию. И чтобы условие было вот за вот эти вот скользящие средние. Это 200-я, это, допустим, 120-я. То есть, стоп мы ставим вот сюда. То есть, вход у нас будет вот примерно в этом месте. Так. Вот. Примерно в этом месте у нас будет вход. Вот. Смотрите. Конкретное описание для входов. Мани-менеджмент. Мы открываемся одной позиции. Риск в одной сделке 1% при срабатывании стопа. Так. Если это система трендовая, то мы, конечно, можем добавляться по тренду. Допустим, когда цена подходит к 55-й, скользящей средней. Это примерно, вот, будет выглядеть примерно так. То есть, если это трендовая система, мы, в принципе, вот это хорошо. Вот веер вот так красиво открылся. И у нас точка входа была здесь. Стоп мы ставим конкретно вот сюда. Вот у нас здесь стоп. Мы закладываем сюда 1%. Вот, в принципе, вот за вот эти вот средние. Потому что если цена вот сюда пойдет, здесь будет так или иначе, к примеру, отскок. Так. Вот. Добавляться мы можем. Я бы даже эту систему уточнил, что здесь можно перевести сделку в безубыток. Так. Вот. И здесь можно выделить вот такую структуру. Вот она идет, структура. Раз, два, три, четыре. Я бы, наверное, добавил в описание, что когда цена закрепилась уже выше, так, по уровням выше, на одну голову, да, вот, выше, то можно переводить в безубыток. И добавляться можно только тогда. Вот, к примеру, там было условие, что когда цена приближается к 55, вот к этой, да, вот, то можно, в принципе, добавляться. Стоп, конечно же, можно ставить за коррекцию. Вот. Или за скользящую среднюю, да. То есть уже вот за вот эти моменты. Вот. Вот мы видим вот такие точки входов. И мы смотрим условия выхода, да. Условия выхода. Мы видим, когда пересекается, ну, допустим, я бы сказал, 120-е скользящая средняя. Когда идет пробой. Вот, идет пробой. И я бы здесь, наверное, все-таки уточнил, что пробой должен быть, сейчас я вам покажу, какой, вот такой пробой должен быть. Вот. То есть, ну, такая простая стратегия. Вот. То есть, вот такой пробой должен быть. Вот именно 120-й. То есть, ну, примерно мы можем тянуть точки входа вот до таких моментов. вот. Поэтому, ну, это примерно, да, вот такие примерные условия, чтобы немножко понять, о чем хотя бы идет речь. Так. Мухидин Сулеймонов. Так. Не понимаю рынок, не знаю манипуляций крупных игроков, не знаю, где размечать уровни, хоть тебе бесплатно подарят готовый УТС, ты когда-нибудь сольешь свой ДПО. Если есть навыки по трейдингу, то УТС задашь ты сам. Да, тоже соглашусь с вами, потому что в любом случае из всех людей, которые, с которыми я сталкивался, в той или иной степени люди немножко торговую систему начинают применять под себя, подстраивать под себя, под свой темперамент, потому что, конечно же, нужно это все пропустить через себя и выявить, обозначить, так скажем, те паттерны, которые наибольше всего у вас получается отработать. Но знания все-таки важно черпать. Вот правильное знание нужно черпать. Я, к примеру, тоже недавно, ну как недавно, обучался у одного парня, вот, и наверное, из, вот если взять 100% системы обучения, которую он преподавал, я, наверное, сейчас применяю 10%, но я через себя пропустил, отобрал, и эти 10% дают ну очень интересные, очень хорошие, очень хорошие результаты. Вот. Значит, ну что, давайте так, то есть пример, вот просто как пример торговой системы мы поняли, да, что важно понимать, вот, и в этих вот случаях я бы еще отметил, да, что вот во всем, во всем вот этом примере, насколько работоспособна торговая стратегия за один год, допустим, вот, насколько она работоспособна за один год, вот, не меньше, потому что мы-то можем сейчас наговорить, да, но эффективность ее, то есть нам нужно еще протестировать ее, посмотреть. Так, теперь дальше идем, в чем отличие торговой системы от торгового плана, тоже вам вопрос, есть понятие торговой системы, есть понятие торгового плана, напишите, пожалуйста, по вашему мнению, торговая система и торговый план. я чувствую, буду на вопросы отвечать больше, чем проводить вебинар, сам. да, вот Рушан в принципе правильно пишет, что если сядешь за руль хорошей машины, то это не значит, что ты сразу станешь хорошим водителем и не попадешь в аварию. Да, абсолютно согласен. В чем отличие торговой системы от торгового плана? Как вы понимаете торговый план? Что для вас торговый план? Это одинаковые или разные понятия? Или это просто сейчас идет игра слов? Кто-нибудь напишет? Смотрите, вот я все-таки вам немножко наведу на мысль то, что даже если у вас есть торговая система, да, это не значит, что вы сможете допустим вам сейчас дали торговую систему. Особенно для новичка или для тех, кто только-только увидел какую-то конкретную торговую систему. Это не значит, что когда возникнет какая-то ситуация на рынке, человек сможет ее применить. Вот поэтому, конечно, важно поддержка автора или человека, который родил эту систему, да, вот, это то же самое, что даже если вас посадили, вот, как ребята писали, за роль хорошего автомобиля, рядом важен инструктор, который уже имеет хороший стаж, опыт, который ну, чуть-чуть, даже вот, какая его роль, он ускорит ваш опыт, он ускорит, нежели чем вы сами будете проходить его. Так вот, у нас есть торговая система, и у нас есть конкретные условия, вот они, вот конкретные условия, вот, вот эта суть вся, потому что когда возникают на рынке конкретные условия, иногда человек не может сориентироваться, что происходит, да, вот они, конкретные условия описания входов. Так, понятия не имею, чем система отличается от плана. Думаю, одно и то же. это разное понятие. Торговый план это цель, сколько я хочу заработать за день, за час, в минуту. Так, торговый план совокупность нескольких ТС. Так, друзья, спасибо за ответы, но, но, вот здесь теперь давайте расшкребаться, теперь давайте разбираться, потому что Агафонова Людмила Ивановна, анализ ситуации, оценка возможности применить ее в данной ситуации и планирование действий. Я бы вам похлопал, но будет резать звук, но вот это очень классный ответ, очень хороший ответ. Спасибо всем за участие, очень хорошо, но вот Людмила браво, просто хорошо, это оценка ситуации и вот грубо говоря, да, мы оцениваем ситуацию и мы и дальше следует ответ на вопрос, можем ли мы применить нашу торговую систему в данной рыночной ситуации. Вот Сергей тоже абсолютно правильно, ТС это стратегия, а торговый план это тактика, более подробно, абсолютно верно. Так, Армен, думаю, что ТС это инструмент для работы, а торговый план это цель заработка определенной суммы. Тоже хорошо, ну, разобрались, молодцы. Итак, торговый план включает, что он в себя включает? Он включает в себя комплекс сигналом вашей торговой системы, но это не означает, что вы будете прямо сейчас действовать по сигналам вашей торговой системы. Почему? Потому что, конечно же, простым языком, это планирование вашей торговли. Понимаете, да? Смотрите, давайте так, торговый план включает в себя первое это обзор торговых инструментов, что нам говорит рынок. Это первое, это очень важно. Вот, смотрите, вы пришли, ну, или вы встали утром, или пришли после работы, не знаю, как у кого, но вот вы сели за рынок. Что вы делаете? Естественно, вы делаете обзор, к примеру, евро, биткоина, альткоина, там, нефти, золото, S&P 500, любого инструмента. Вы делаете обзор торговых инструментов, да, и смотрите, что же говорит рынок. Второе, какой инструмент из всех проанализированных инструментов, какой инструмент наиболее подходит для условий вашей торговой системы, подходит для вашей ТС. Дальше, у вас же есть торговая система? Окей, хорошо, идем к третьему пункту, вы выбрали инструмент, дальше, вы четко определяете сигналы для входа в сделку, да, то есть, вот теперь уже идет, вот, к примеру, как мы говорили, вот пошло, так, вот пошло, к примеру, пошла движуха, да, к примеру, веер открылся, вот, веер открылся, вот, и вы понимаете, что, вот сейчас, вот, допустим, сейчас, к примеру, вот, допустим, ситуация, вот она, вот сейчас идет коррекция, да, все, вы, допустим, оба, на вот эта ситуация, значит, сейчас можно либо войти, либо подождать, когда созреет эта ситуация, но у вас, допустим, вот он, инструмент, вы его отобрали, что вот здесь уже приближенно могут созреть какие-то условия, так, вот, и конкретная точка входа, стоп, вы уже примерно оценили ситуацию, вот ваш план идет, вот, допустим, если нет, я уже здесь читаю, да, послаю, то нужно немножко подождать, чтобы прояснились условия, либо войти лимитным ордером, окей, идем дальше, друзья, четвертое, естественно, идет конкретная постановка стопа, ну, и, возможно, тейк профита, вот, возможно, вы будете просто ждать, пока не созреют условия на выход, да, когда будете, вот, дальше идет, это уже, вот, вот это торговый план называется, вот, до третьего пункта это торговый план, дальше, когда уже созрели условия, с четвертого пункта, это уже идет непосредственно ваша работа в зависимости от того, что вы проанализировали, это конкретная постановка, стопа, тейка, расчет риска идет, конечно, что вы должны еще здесь учесть, вы должны учесть изменение рыночной среды, а что, если рынок пойдет против меня, то, конечно же, допустим, он идет, дойдет до скользящей средней, да, вот, допустим, то есть что нам дает вот это моделирование ситуации, вы понимаете, что уже психологически вы будете готовы к тому или иному варианту развития событий и вы раньше не выйдете из сделки или то есть вы не закроетесь из-за эмоций, да, потому что иногда, к примеру, идет развитие какой-то ситуации, ну, давайте посмотрим, вот идет развитие ситуации какой-то, ну, допустим, вот мы сейчас, допустим, вот здесь вы вошли или вот здесь вы вошли, да, была ситуация, а вот здесь, к примеру, хопа, и рынок назад вернулся, и вы уже здесь, ааа, мама, в панике закрыли сделку, хотя потенциал прибыли был вон какой, то есть, ну, эмоции чуть-чуть, то есть, а когда вы знаете, что только, когда, к примеру, будет пробой вот здесь, о, вот как здесь, ну, все, либо стоп, либо, и, к примеру, у вас стоп вот здесь стоит, да, вы понимаете, вот когда будет пробой, тогда надо паниковать или просто ожидать стопа, а что здесь паниковать, зачем, вы должны следовать правилам своей торговой системы, все, зачем что-то выдумывать, так, я думаю, без плана и статистики нет трейдинга, и работы, ТС, это как станок, чтобы ты работал по правилам и нормам, да, совершенно верно, вот, давайте так просто поговорим с вами, смотрите, все в этом мире, оно имеет свой смысл и имеет упорядоченность, правила дорожного движения, любой бизнес, любая концепция, конечно, это все рождается из идеи какой-то, то есть, была какая-то идея, вот, допустим, хорошо, возьмем Apple, Стив Джокс, там, у него была идея, разработать сенсорный телефон, да, вот, он опробовал эту идею и потом поставил на поток, конечно же, если мы, если здесь у нас есть люди творческие, там, писатели, там, или кто-то еще, да, то трейдинг и творчество, это немножко разные вещи, нельзя просто на рынке, вау, меня осенила идея, я скорее всего, вот здесь войду в бай, или, ребят, ну, вы извините, но для трейдинга это не работает, это полнейшая чушь, потому что вы должны понимать и осознавать то, что вы делаете на рынке, вот, если вы не будете осознавать, то вы будете и торговать вот так вот хаотично, вы будете, ну, просто теряться, это не рисование, не элемент творчества, вы что, друзья, поэтому, конечно же, мы пользуемся какими-то правилами торговой системы, и стараемся, максимально стараемся соблюдать, вот здесь уже дальше идет соблюдение правил и психология, вот тут нужно поработать немножко над своей психологией, чтобы постараться исполнить все то, что, то, что есть в нашей торговой системе, вот, потом идет анализ сделок, это обязательно, для чего? Для того, чтобы понимать, где я ошибся, где не ошибся, так, хорошо, так, львиную долю мы сегодня разобрали, друзья, это очень важно, очень важно, вот давайте я вам покажу, просто для того, чтобы подтвердить свои слова, смотрите, у меня есть торговая система, вот, и у меня есть статистические данные, так, что тут уже, ребята, наклепали, ладно, смотрите, у меня есть статистические данные, вот, минимум за год, к примеру, евро, доллар, к примеру, там, евро, фунт, да, вот, подтвержденные скрины, которые я лично проработал, вот, допустим, нет, каждый инструмент немножко по-разному идет, я понимаю, я понимаю, конечно же, статистика не у всех бывает положительной, поэтому, вот, смотрите, это что мне дает право, у меня есть моя торговая система, да, это раз, вопрос, на каких инструментах я буду применять свою торговую систему, вот, допустим, евро, да, к примеру, НСД, новозеландский доллар, так вот, сразу возникает вопрос, допустим, вы торгуете в течение полугода на пяти торговых инструментах, вы понимаете, что, ну, за полгода вы заработали, ну, к примеру, плюс 40%, да, вот, ну, это для вас, ну, нормальный результат, хороший, но, где-то вы не осознаете, что какой-то инструмент, к примеру, новозеландец, портит вам статистику, и дает вам минус 20%, а статистика была бы плюс 60%, понимаете, вот по евро, я когда тестировал его, я понимаю, что евро нормальный инструмент, вот, допустим, мы возьмем, какие вот взять инструменты, сейчас, вот, какие взять инструменты, там, к примеру, блин, кто тут, что у меня наворотил, с открытым доступом, вот уже получат, ай, вот что значит, видите, без меня тут все на, это просто у меня открытая таблица статистики для ребят, вот, кто тут уже полазил, ладно, короче, вот скажу, вот, допустим, такие инструменты, как, пример, там, Австрал Франкт, или что-то еще, у них там, у него статистика минус 30%, вот, честно скажу, вот, понимаете, да, что вы, вот, вы для себя просто определите, что у вас есть торговая система, это просто вам дави мысли для размышления, и оказывается, откуда вы знаете, какой инструмент вам портит статистику, потому что у меня новозеландец, именно там, по определенным паттернам, действительно портил статистику, а я думал, что вся торговая система не работает, оказывается, просто нужно убрать этот инструмент и все, выкинуть его, вот, это важно, это, ну, серьезные вещи, так, теперь мы переходим к типу торговых систем, какие бывают типы торговых систем, первое, это трендовая торговая система, я сейчас быстро пробегусь, друзья, так, 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 сейчас мы пробежимся быстро, так, немножко, конечно, здесь, ладно, хотел на весь экран сделать, трендовая торговая система, трендовая торговая система, это системы, которые работают по тренду, которые действительно берут, хорошо отрабатывают себя при трендовых движениях, но, честно сказать, проблема таких систем, которые сливаются в, внутри широкого флета, и проблема трейдеров, которые работают по трендовым системам, они не могут заранее определить, где начался флет, понимаете, что сейчас рынок, это, такая среда, где очень легко из тренда переходит во флет, вот, допустим, здесь, казалось бы, может быть, отскок вверх, да, к примеру, трейдер вот здесь входит на продолжение тренда, а потом идет пробой вершинки и резкий уход вниз, вот, и начинается широкий флет, поэтому вот такие моменты, они минусуют, давайте описание, для таких торговых систем главным является определение тренда, вот, определить тренд здесь уже, в принципе, можно, да, это ранние точки входа, это хорошо, вот, значит, люди, которые работают по трендовым системам, они, конечно же, пользуются, это технический анализ и почему-то в большинстве случаев это волновой анализ, да, и всякие индикаторы, сделки в основном совершаются от отката, то, что я показал небольшой пример, какие плюсы, действительно плюсы, это большой диапазон прибыли, относительно небольшие стопы от коррекции и торговая система позволяет уверенно наращивать открытые позиции, особенно, когда уже ранее переведены в безубыток, ну, вот, допустим, у нас был флэт, потом пошел пробой, закрепление, ну, и пошло вот, точка входа, импульс, коррекция какая-то, к примеру, это сделка в безубыток, точка входа, импульс, да, ну, до какого-то пробоя, то есть, большие диапазоны, вот, но минус, это то, что трейдер иногда не сразу определяет смену тренда, но даже больше, я бы сказал, минус не в этом, а минус в том, что трейдер может запутаться и потерять прибыль во флете, большинство трейдеров сливают свою заработанную прибыль именно, вот, к примеру, тренд идет, да, и потом начинается вот такой вот корявый флэт, то есть, именно в рамках вот этого флэта начинают терять прибыль, вот, это, конечно, минус. Так, друзья, зачитаю то, что написал Мухидин Сулеймонов, да, я где-то читал, чтобы научиться торговать и понять график, надо 10 тысяч часов просматривать график, набирать навыки, это значит 3-3,5 года труда, но я бы не сказал, что это, это, это выражение корректное, почему, потому что я знаю опыты, которые приводились при этом, нельзя эту ситуацию приравнивать ко всем, ко всем аспектам нашей жизни, это не совсем так, вот, не совсем так, вот, не совсем, друзья, вот, я бы, ну, некоторые примеры привел, доказал, но, посмотрите, дело в том, что, дело в том, что у меня были ученики, которые, допустим, пришел человек, да, и, к примеру, после полутора месяцев обучения, он стал довольно хорошо, действительно, зарабатывать, вот, дело в том, что его прошлый какой-то подготовительный, вот, может быть, так сложилась жизнь, что он нашел себя в трейдинге, да, но до этого что было, да, то есть, некоторые, может быть, психологические моменты, с которыми его сталкивала жизнь, но ему не пришлось 10 тысяч часов посвятить, ну, то есть, ну, здесь разные ситуации бывают, а то люди, знаете, вот здесь срабатывает психологическая такая планка, которая, ну, загоняет в некую железную клетку, что пока я не отработаю 10 тысяч часов не промозолю графики, у меня не будет результата, не всегда так, друзья, не всегда так, потому что иногда у вас может быть действительно хороший результат уже сначала, вот, но это не значит, что вам не нужно практиковаться, но вам всегда нужно практиковаться, как я сказал. Так, смотрите, давайте, ребят, слушайте вебинар, вот, сейчас мы немножко, немножко все обрисуем, потом мы сделаем некое резюме. Итак, смотрите, дальше, торговая система основана на пробое уровней поддержки сопротивления. Что это за система? Вот, кстати, вот эти системы довольно-таки неплохие, но с ними нужно тоже очень аккуратно. Вот, пример такой торговой системы, смотрите, вот, это, к примеру, здесь было сопротивление, мы видим его пробой, и это сопротивление становится поддержкой, то есть, вот, да, то есть точки входа осуществляются от уровней, да, это простой банальный пример, да, идет отработка уровней. В большинстве случаев, конечно, эта система имеет место, и я тоже ей пользуюсь. Но нужно здесь уметь еще, это просто голые примеры такие, но эти моменты нужно, конечно же, еще профильтровать и добавить вот в себя некоторые наблюдения, которые мы будем с вами разбирать. Итак, описание таких систем. это системы, которые, в принципе, дают хорошую, тоже, могут давать хорошую статистику, вот, плюс это уверенные сигналы, да, и уверенные сигналы даже до, даже в внутри рамках, внутри широкого флета, так и по тренду, то есть, они комплексные. Одни из минусов это ложная прорывы, уровни поддержки, сопротивления, особенно на высоковолатильных рынках. Так, торговые системы внутри широкого флета, или просто внутри флета. Вот, минус этих систем, что они как раз-таки противоположны, что они не работают по тренду, то есть, люди, наоборот, начинают теряться, когда идет тренд. Так, вот, это мы прошли и, конечно же, понятно, что торговая система, разделяющаяся по длительности, по длительности это внутридневная торговля, вот, это среднесрочная торговля, вот, внутридневная, это внутридня, это понятно, Но здесь вот минус внутридневной торговли, то что здесь, конечно, себя в этой системе находят холерики. Вот я сейчас больше приверженец. Если мы говорим о рынке Форекс или просто там, может быть, это рынок Форд, Московская биржа, то я больше сторонник не внутридневной торговли, а больше сторонник стал именно торговли один, даже, где-то даже в среднем 2-3-4 дня. Вот вы посмотрите на рынок, смотрите, вот допустим на рынок, смотрите, сколько здесь ложных пробоев и цена, вот если мы возьмем примерно динамику цены за эти дни, она колеблется примерно в одном диапазоне. Вот поэтому иногда тяжело сориентироваться, вот схватить ложный пробой. Для этого надо действительно хорошо уметь разбираться в объемном анализе и так далее. Но и то не факт, сейчас внутри дня стало тяжелее торговать. Вот, поэтому я примерно вам скажу, я беру такие большие тенденции и нахожу самые стабильные участки, которые отрабатываются с 80% вероятностью. Вот, да, у меня есть статистики, да, журнал есть статистики и все эти моменты, как определить разворот тренда у меня есть. Да, есть очень интересные наработки. Так, друзья, ну что, давайте, я не буду сегодня, наверное, весь вебинар так, значит, именно рассказывать все то, что я подготовил. Поэтому, в принципе, аудитория понята, сейчас мы вот как раз и поговорим о фазах роста трейдера, да. Вот, смотрите, внутридневная торговля, среднесрочная и, естественно, долгосрок. На долгосроке, конечно же, это от полугода, наверное, даже от месяцев двух. Вот, это уже нужно обладать действительно хорошим фундаментальным анализом и, наверное, некоторой инсайдерской информацией. Поэтому мы с вами не долгосрочники, мы больше с вами, у нас стиль торговли будет кратко-среднесрочный, то есть не внутридневной. Вот, я не буду вас учить скальпировать. Так, смотрите, на основе чего трейдер формирует свою торговую систему? На основе чего? Первое, это, естественно, на основе знаний о рынке. Конечно же, у вас должны быть знания о рынке. Вот, то, что вам поможет сформировать вашу прибыльную торговую систему, да, которая будет иметь положительное мат ожидания, которая будет иметь статистику, которая отрабатывается в плюс хотя бы в течение полугода. Вот, дальше, на основе чего трейдер формирует свою ТС? На основе опыта, естественно, своего опыта и уже своего, я имею ввиду, проторгованного опыта. Вот, и, конечно же, третье, на основе знаний наставника. Почему на основе знаний наставника? Потому что, ну, к примеру, какой-то человек, он уже прожил, он уже прожил, проторговал, у него есть какие-то свои наработки. То есть, что это делает? Это ускоряет, ускоряет ваше скитание в основе каких-то трейдинговых поисков, поисков и торговых систем, навыков, паттернов. То есть, вот вы сможете почерпнуть гораздо быстрее какие-то паттерны и применять, смотреть, насколько они работоспособны. И дальше следует вопрос, где трейдер вообще черпает свои знания? Да, вот, конечно же, это самостоятельная работа. Это самая, конечно, изнуренная работа «Я один». Это книги, ролики в интернете, там, и все прочее, прочее, прочее. Вот, вот это самая изнурительная работа, и большинство почему-то людей, мало людей, которые дотошно исследуют, анализируют паттерны, проверяют их, тестируют и вырабатывают свою торговую систему. Это, ну, очень серьезная работа. Второе – это групповые занятия. Вот, это форумы, чаты, блоги и прочее, да, когда вы в каком-то чате. Но это не значит, что там качественный контент. Вот, третье – это, третье, четвертое, пятое – это специализированные чаты. Четвертое – это групповое обучение у какого-то наставника, ну, и личный коучинг. Да, вот с этих источников трейдер черпает свои знания, любой трейдер. Любой трейдер успешный, он не пришел на рынок, увидел и сразу понял то, что ему делать. Не видел я ни одного такого трейдера. Где-то кто-то у кого-то учился, черпал, исследовал, ну, вот, заимствовал. Так, теперь давайте рассмотрим, я предлагаю рассмотреть фазы, фазы роста трейдера. Фазы роста трейдера. Так. Так, кто-то присоединяется, добрый вечер. Хорошо, теперь давайте рассмотрим фазы роста трейдера. Как я уже сказал, что наша цель – это зарабатывать. Вот, значит, основная наша цель, да, это торговая система с положительным мат-ожиданием. Вот, которая при соблюдении всех условий дает больше 1% в месяц. Ну, либо, я бы даже больше, корректнее сказал, торговая система, которая в течение 6-8 месяцев выводит ваш депозит в плюс. Вот это наша цель. Я думаю, вы согласитесь. Ну, здесь уже спорить. Так. Дальше. Значит, теперь. Торговая система должна отвечать на вопрос. Что сейчас происходит на рынке? То есть, она должна иметь вот тот комплекс сигналов, которые будут подсказывать, что мне делать в этой ситуации. Да, то есть, она должна содержать особые условия и правила, да, и пока не созрела рыночная среда какая-то, вот, нам нужно ожидать. Торговая система должна иметь рабочий таймфрейм, при котором вы будете работать, валютная пара или, ну, инструмент. Ну, здесь это я не буду. Вот здесь уже идет ваш торговый план, когда вы будете анализировать инструменты. Ну, и дальше торговые сигналы, которые будут уже конкретно давать вам вход в сделку. Так, торговая система также должна ответить на вопрос, что может произойти на рынке, да, в следующий отрезок времени, и как вам быть готовым к той или иной ситуации, да, и что трейдеру делать в этот момент. Вот, если вы ответили на эти вопросы и поставили себе плюс, все, хорошо, вы работаете. Вот, значит, фазы роста трейдера. Значит, трейдер должен прожить, вот, допустим, когда мы говорим о росте трейдера, как трейдера, вообще, то трейдер должен прожить рынок в различных его фазах. Это тренд, это флэт. Конечно, по статистике 95% новичков теряют свои деньги. Ну, допустим, давайте я вам... Ну, вот, к примеру, по... Вот, по евро был действительно затяжной тренд. Трейдер должен прожить тренд, потому что почему? Я вам объясню, почему. Смотрите. Действительно у нас был хороший тренд. Если трейдер начал торговать по своей торговой системе, ну, допустим, вот возьмем вот эту ситуацию, так, к примеру, трейдер начал работать, допустим, вот 12 декабря 2016 года трейдер начал где-то здесь заниматься, применять. Он познакомился с рынком, в дилерском центре его научили торговать инструмент евро, и он попал в фазу рынка. Вот эта фаза рынка, вообще вся, я называю широкий флэт. Вот. Он пробует свои знания применять и свою торговую систему в рамках широкого флэта. Потом обратите внимание, пошел тренд, ну, то есть здесь уже действительно четко отрабатываются уровни, то есть, хотя вот когда трейдер привык к хорошему, ну, знаете, вот характеру, он привык к работе инструмента вот в таком вот флэте, он понимает, что визуально его память закрепилась так, что вот у нас идет, то есть он ожидает какого-то снижения, он привык, что вот в каких-то таких характер, к характеру инструмента, да, а мы видим, что характер уже пошел трендовый, вот четко отрабатывается зона поддержки, да, вот они четко отрабатываются, пошел тренд, то есть трейдеру уже немножко непривычно вот здесь работать, потому что идет тренд, и здесь он, возможно, будет, ну, как-то сливать. Вот, поэтому трейдеру обязательно себя, как говорится, трейдеру обязательно прожить, так скажем, нажить свой опыт в разных фазах рынка. Это тренд, это широкий флэт, вот и так далее. Мы чуть ниже, мы уже поговорим, что позволяет, что ускорить процесс. Конечно, важно практиковать полученные знания при тех или иных обстоятельствах, это понятно. И вот смотрите, давайте мы поговорим о фазах роста трейдера, ну, как таковых. Итак, первая фаза, наверное, в первый год. Вот мы здесь на шкале отметим, вот это первый год, вот он, первый год. Обычно новички, как происходит вообще вся торговля, которая вот сопровождается визуальным, да, вот то, что я нарисовал, эмоции, вау, я хочу зарабатывать, погнали. Обязательно новичкам везет. И почему-то они могут удваивать депозиты, они могут срывать хороший куш. Но приходят, как всегда, такие обстоятельства, когда они начинают сливать. Вот здесь мы покажем 100% это потерь, да, маржин кол. То есть здесь появляется негативный опыт. Конечно, в этом могут быть виноваты и дилерские центры, такие как Телертрейд, которые провоцируют вас сложить 10 тысяч долларов и торговать одним лотом. То есть это сокрушительное нарушение money management, это полная жесть. Потом мы смотрим второй год, да, вот она, точка отсчета. Второй год, опять, трейдер ищет какие-то торговые системы, навыки, что-то пробует, у него получается. Уже консервативнее, уже обжегся, да, потом тоже, может быть, сливает, да, уже более консервативно. К примеру, второй год, да, мы возьмем, все хорошо, мозги на месте, уже вправил рынок немножко, уже начинает потихоньку, вот его стоит, похоже, вот на такую, вот на такой примерно, вот такая картинка. Вот, да, его. Вот здесь, в этом промежутке времени, у каждого, конечно, это по-разному бывает, но трейдер уже понимает, что рынок дело непростое, поэтому мне нужно и вести журнал, и примерно, и работать над психологией над своей, вот что-то уже изучать, да. Дальше. Эмоции. Вот как раз-таки, вот в этой фазе рынка, вот сейчас я вам покажу, трейдер наиболее, значит, я вам сейчас покажу, вот, вот здесь. К примеру, это второй год, да, или вторая фаза, пускай это будет вторая фаза, да. Вот здесь уже трейдер начинает копать знания, начинает уже изучать рынок, и начинает, это первый аспект, и второй, он начинает действительно понимать, что ему мешает его же психология, вот. Потом третья, да, вот даже вот эта фаза и вот эта фаза, они больше похожи. Вот здесь уже трейдер оттачивает свою торговые навыки и психологии. Вот его статман, вот, похоже на эти, да. Вот где-то, вот в такие моменты, еще риски где-то подводят, вот здесь могут риски где-то чуть-чуть подводить. Либо рыночная среда, вот. Вот это, конечно, идеальный вариант. Всегда стоит, он похож, вот, ну, на пилообразное вот такое движение. Вот примерно так. Вот такие примерно этапы переживают практически все трейдеры. Практически все. Вот. Так, давайте теперь, давайте теперь поговорим, как повысить свою результативность. Вот, как ее повысить. Значит, первое, что нам нужно? Первое, нам нужно, это привычка составлять торговый план. Вот. Конечно, допустим, у вас есть торговая система, вам нужно выработать привычку. От чего это убережет составление торгового плана? Это убережет вас от эмоциональных решений, от любых эмоциональных решений. Второе, привычка следовать своему торговому плану. Большинство трейдеров, те, кто познает себя и рынок, они откровенно ответят сами себе на вопрос, что они, вот, я делал анализ, опять же, той группы, которая у нас прошла в ноябре, и большинство трейдеров говорили, что я не следую торговому плану, потому что я раньше вошел, раньше вышел, то есть я иногда мешаю свою прошлую торговую систему с новой там, и куча, куча, куча вот этих вот, вот этой вот каши. Третье, это привычка анализировать свои сделки. Друзья, вот это я помечу одним из самых жирных, вот именно вот этот пункт будет давать вам рост и ускорять ваш визуальный опыт, что будет влиять ваш на торговый опыт. То есть вот эти моменты, когда вы в конце хотя бы месяца или хотя бы двух недель, ну пускай это не каждая неделя будет, вы будете анализировать свои сделки, возвращаться, вы будете снова переживать эти сделки, понимаете? Вот, и вы будете понимать, что ага, у вас там была ошибка, тут я эмоционально вошел, то есть это будет очень ускорять ваш опыт. Вот, привычка разбирать рыночные ситуации, обдумывать, заново проживать, ну это практически то же самое, да? И, ну, стремиться к профессионализму, это уже вы сами будете себя рождать. Так вот, последний момент, который я хочу сказать, это последний слайд, вот анализ будет вам ускорять ваш рост. Так вот, мой совет, разбирайте рыночные ситуации для своего визуального опыта, также это важно для аналитического мышления. Вот, и, конечно же, вы будете психологически готовы уже к другой новой ситуации, которая возникнет, да? То есть вы не потеряетесь, у вас не будет страха перед входом в сделку. Рассматривайте аналогичные ситуации на истории. Друзья, это тоже нужно для того, чтобы у вас оседало, ну, то есть формировался у вас визуальный опыт, вот, чтобы вы понимали, обдумывали ситуацию. Третье, тестируйте свою торговую систему. Четвертое, разбирайте свои сделки по свежим следам. Вот, конечно же, не через полгода. Я обычно это делаю в конце каждого месяца. Мы с ребятами начали полностью каждую сделку и каждую торговую ситуацию разбирать в конце месяца. Мы садимся и полностью дотошно прорабатываем стейт. И я вам хочу сказать, столько вот здесь изъянов получается. Там мама отвлекла, там бабушка блины под нос подставила, ешь, вот, там не вошел, там позвонили, там где-то потерялся, там страхи и так далее. То есть очень много психологических нюансов. Кстати, вот, я вам честно скажу, большинство проблем это психологические. Вот. Ну что, друзья, у меня на сегодня все. У меня на сегодня все. У нас было такое, больше подготовительное занятие сегодня, вступительное занятие сегодня. Вот. Я вам все-таки напомню, что из всех ребят, которые, допустим, тот же вот прошел ноябрь месяц, у большинства были психологические проблемы. И большинство, кстати, почему-то сами с этим согласны, но не работают. Вот. Так, ну что, теперь мы постараемся ответить на вопросы. Какие вопросы? Сергей, я предлагаю, пока вопросы пишут, пускай подпишут, поднакопим, а я пока расскажу, наверное, о нашем с вами проекте. Как вы думаете? Хорошо, абсолютно, да, да, да. Давайте так сделаем. Отлично. Спасибо вам огромное за такую, так скажем, очень-очень насыщенную сегодня трансляцию. Я сам с большим интересом слушал. Итак, я вам обещал в конце рассказать много интересного. Давайте, да, пока просто вопросы пишите. Кто-то, может быть, еще там формулирует и так далее. Пишите без проблем. То есть мы сейчас на все ответим. Я только расскажу о том, о чем хотел вам, собственно, рассказать. Итак, сейчас у вас традиционно под видео появится ссылка. И вы сегодня будете первыми, кто увидит официальный сайт нашего нового проекта. Сайт называется rocketforex.info.dvd.ru. Давайте вместе перейдем. Я вам кратенько, не буду весь сайт читать, кратенько расскажу, что мы задумали. Задумали. Мы задумали, естественно, совместный тренинг, который является суперинтенсивным, в принципе, по формату. Мы не зря в заголовке написали «Наступило время радикальных перемен». И действительно наступило время показать вам систему, которую Сергей готовил весь 2017 год. Сегодня он кратенько об этом уже сказал. Вот вы видели большую таблицу с тестами, с накоплением статистики и так далее. Именно накопление статистики. На это ушло очень и очень и очень много времени на проверку, на выверение. Результатом этого всего стала торговая система, которая, чтобы обучиться, требуется всего два дня. При этом не используется никаких индикаторов, никаких роботов, советников и прочего. Только голый график и немного практики по несколько минут в день. На выходе средний результат от 5 до 15% прибыли ежемесячно и более. Дальше уже зависит от рыночной ситуации. И, кстати, пользуясь этой системой, поскольку она является не внутридневной, то есть она не требует того, чтобы сидеть перед экраном монитора весь день, она является больше, так сказать, среднесрочной. Чем большее количество инструментов одновременно вы будете вести, сколько вам будет по силам, тем больше будет ваша прибыль. Она будет фактически умножаться. Итак, разрабатывая, в принципе, торговую систему и ориентируя ее для начинающих на то, чтобы как можно быстрее можно было выйти на результаты, мы исходили из предположения о том, что богатство и вообще любые какие-то результаты, они определяются количеством попыток. Не секрет, да, что даже бизнесмен, когда начинает какой-то бизнес, он пробует «займусь этим», «займусь тем». Я не знаю, слышали ли вы, но, например, знаменитая компания Sony, которая сейчас продает телевизоры, игровые приставки, телефоны и много разного премиального оборудования, она начинала с того, что вначале под брендом Sony продавался пакетный суп быстрого приготовления. Это, не знаю, я лично узнал об этом всего там несколько лет назад, и когда поинтересовался, что в огромном количестве компаний на Западе, как в крупных, так и в мелких, проходит примерно 12 итераций, прежде чем люди выйдут на то, что работает, на то, что прибыльно. То есть компания начинает заниматься одним, потом другим, третьим, пятым, и находит вот оно то самое, и деньги идут. О чем это говорит нам? О том, что результат, он определяется количеством попыток. Что нужно пробовать, нужно пытаться, и какая-то попытка-то сработает. Важно просто сделать это быстрее, и проблема в том, что не у всех получается. Немногие из нас могут позволить себе открыть 10 бизнесов, чтобы 11-й сработал, сделал вас миллионером. У кого-то на это нет времени, у кого-то нет денег, у кого-то и того, и другого. Трейдинг в этом смысле – это идеальный бизнес, потому что он позволяет быстро получить обратную связь. Вы начали работать в какой-то торговой системе, сделали уже несколько сделок, и сразу получили результат. Положительный или отрицательный. Скорректировали свою работу, поработали со статистикой, и пошли дальше. Вы быстрее проходите вот эти итерации, прежде чем выйти на прибыльность. Именно поэтому мы не зря написали в заголовке, что на самом деле Сергей это стоило порядка 200 тысяч долларов и 5 лет, чтобы выйти на такую простейшую торговую систему. Мы назвали этот тренинг «Форекс. Самолет», потому что это всего два дня без индикаторов, на голом графике, сразу торговля с третьего же дня тренинга. Система сел и поехал. Всего два дня занимает изучение необходимой теории, практики, торгового плана и так далее. На третий день вы уже торгуете на бирже. То есть навык не нужно отрабатывать годами. Это действительно так. Навык отрабатывать годами не нужен. Просто он настолько предельно простой, что его просто нужно делать. Не нужно ничего отрабатывать, не нужно там докручивать, допиливать. Нужно просто делать одно единственное действие по торговой системе. Голый график и никаких индикаторов. Это очень круто, потому что вы удивитесь тому, насколько легко можно видеть прибыльные возможности просто в графике. Известно, что все гениальное просто, но до этого нужно дойти. И Сергей со своими учениками в практике дошел до этого только сейчас. Стабильная система с четкими правилами. То есть получить убыток по этой торговой системе очень сложно. Это возможно, но это очень сложно. 80% прибыльных сделок означает, что шансов для убытков практически нет. Не отрываясь от дел, вы не сидите у монитора сутками. Торговля осуществляется среднесрочными сделками от одного дня до недели. Так что на торговлю потребуется не более часа в день. И важный момент. Поскольку не используется никакого дополнительного софта, индикаторов и так далее, вы можете торговать хоть прямо с мобильного телефона. И среди учеников Сергея есть такие люди, которые чуть ли не просто со смартфона преимущественную часть времени торгуют. Потому что кто-то в это время на работе, кто-то там занимается какими-то делами и так далее, не всегда рядом с собой есть компьютер. Торговать с телефона можно. Терминал MetaTrader 4 имеет мобильную версию, никаких проблем не будет. Потому что все, что вам нужно, это просто график и две кнопки купить и продать. Без нервов действительно такая работа, она лишает вас лишних перегрузок для психики. И это очень здорово, потому что вы не выгораете. Обычно трейдеры, даже те, которые зарабатывают, они думают, что... И которым это дается. Они думают, что им это дается бесплатно. Но они не считают все эти проблемы, весь тот нервяк, так скажем, да, с которым они сталкиваются. Ведь это тоже некая плата за результат. Здесь вы этого будете лишены. И по данной системе можно торговать практически одновременно 20 самыми ликвидными валютными парами. То есть сначала вы, естественно, начнете с одной-двух. И дальше, поскольку система простая, вы можете наращивать количество инструментов. Считайте сами. Если на одном инструменте можно делать хотя бы минимум 5% в месяц, если их будет 20, умножайте. Достаточно времени на то, чтобы подумать. По данной системе, которая будет на тренинге Forex самолет, мы в 90% случаев торгуем отложенными ордерами. Для тех, кто не в теме, не буду вдаваться в подумать, скажу кратко. Это значит, что вы просто выставляете свои заявки на графике, что при достижении определенного уровня цены я хочу купить, при достижении определенного уровня я хочу продать. И все. Вам не нужно гоняться за ценой, пытаться найти хорошее, чтобы купить именно здесь, именно тут, именно сразу, по рынку. Нет. Вы будете выставлять ордера и просто ждать, когда они сработают. И, конечно же, при такой системе работы просто невозможно не получить результат в первый же месяц торговли. Звучит фантастически. Я знаю, что многие сейчас мне просто не поверили, слушая меня. И это нормально. Дело в том, что сразу под описанием на сайте есть 24-минутное видео, где Сергей рассказывает о том, как это работает. Я вам сейчас сказал выжимку, да я вам сказал суть, что дает эта торговая система, которую мы будем изучать на тренинге. А вот как это работает, посмотрите видео на сайте, я думаю, вам понравится. Так, теперь я обещал кратко, поэтому давайте перейдем к сути. Если кому-то интересны результаты по этой торговой системе, она свежая, она 2017 года, но уже есть люди из закрытого клуба учеников Сергея, которые опробовали ее на себе. И на сайте мы, естественно, приводим их обратную связь. Многие люди подробно комментируют. Посмотрите на скриншоты, результаты. Увеличьте их, прочитайте. Это скриншоты из группы в Скайпе. Мы их даже не редактировали. Вот как есть, вам сфотографировали здесь и выложили. Теперь о том, как мы будем заниматься. Тренинг у нас разделен на четыре большие части. Первая часть – теория и, соответственно, выход на торговлю. Мы начинаем 15 января 2018 года, сразу после Нового года, после праздников, так скажем, новую финансовую жизнь. 15 января – это значит, что 17 января вы уже будете сидеть у терминала и зарабатывать деньги. И мы не шутим. На первых двух трансляциях вы узнаете все, что нужно. На каком таймфрейме вести работу, как настроить устной терминал, как формируется структура рынка, как двигается цена, как выставлять ордера и все-все-все, что нужно. Где входить, где выходить, какие есть подводные камни и так далее. Это действительно все умещается в два дня. Следующее. После двух дней мы сразу же переключаемся в закрытую мастер-группу. Сергей дает ежедневные сигналы, если они есть, с пояснениями по рыночной ситуации. Это сделано для того, чтобы поддерживать новичков, потому что действительно люди получают такой объем информации, небольшой, но, знаете, многие привыкли, что чтобы что-то сделать, нужно долго готовиться, много учиться и так далее. А тут всего два дня и все, уже можно торговать. Некоторые просто подают в ступор, и они знают, что делать, но не делают. Специально для таких, чтобы преодолеть этот ступор, что все действительно просто, Сергей будет вам ежедневно давать торговые сигналы прямо в скайпе. Помимо этого, в мастер-группе будут еженедельные вебинары с оценкой рыночной ситуации, ответами на вопросы и разборами ваших сделок, если там будут какие-то трудные моменты. Но это случается крайне редко, потому что трудных моментов по данной системе практически нет. Третья часть обучения – это анализ вашей торговли. Эти элементы, обратите внимание, что эти элементы идут параллельно. То есть два дня. 15 января мы начинаем, 17 вы уже торгуете и сразу переходите в мастер-группу, получаете сигналы. Дальше, параллельно, начинается анализ вашей торговли. В конце одной или двух недель вы с Сергеем будете анализировать ваши сделки. Он научит вас записывать их специальным образом в журнал Excel так, чтобы это вас и не напрягало, и чтобы это давало вам ту самую полезную информацию, статистику. Где у вас слабые места, где у вас сильные места, какие нужно будет докрутить и так далее. Это уже вопрос просто увеличения прибыльности. Торговать вы будете очень хорошо, но это вопрос увеличения вашей прибыльности и профессионализма. И в конце каждого месяца у нас будет обязательный вебинар с разбором всех прошедших сделок за месяц, каждой рыночной ситуации, психологических ошибок, анализ стейтмента вашего в Excel, уроки и выводы, которые сделаете вы и с помощью Сергея. Вот такой у нас будет тренинг. Сколько он будет по продолжительности, я вам сейчас скажу в зависимости от версии. Пока я хочу обратить ваше внимание на примеры сделок. Если кому именно интересно, примеры сделать по данной системе, здесь, кстати, сделки есть от учеников. Обратите внимание. Как вы можете видеть, это просто график. Здесь нет никаких индикаторов, здесь даже нет объема на графике. Это на самом деле какое-то чудо и спасение. Потому что, во-первых, для профессионалов это выгружает очень много мусора в голове. Все эти теории, это все понятно, круто и правильно, но это не всегда применимо на практике. Для новичков это еще более здорово, потому что не нужно сильно вникать во что-то. Вот у вас есть график, вы определенным образом с ним работаете и все. То, что вы видите здесь зигзаг на графике, это даже индикатором назвать нельзя. Это, можно сказать, графический модуль, ну зигзаг. Зигзаг на графике накладывается в любом торговом терминале. Это здесь просто сделано для иллюстрации. Вот так же будете торговать и вы. Посмотрите результаты этих сделок, они очень интересные. И я также вам рекомендую обратить внимание на 17-минутное видео, где Сергей обозревает результаты именно своих учеников, которые учатся в мастер-группе. Какие сделки делают они по прошествии вот этих пару дней обучения. Так, теперь стоимость и версии. У нас три версии. Базовая, премиум и вип. Базовая версия включает в себя два дня теория, методичка с описанием всей системы в текстовом формате, и таблица с протестированными инструментами. Это наиболее рекомендуемые инструменты для торговли по данной торговой системе. Стоимость этой версии составляет всего 13 900 рублей на сайте. Но поскольку сегодня мы презентуем вам эту систему впервые, то под видео, обратите внимание, у вас есть купон на скидку 4 000 рублей на любую из этих версий. То есть, соответственно, для вас базовая версия сегодня будет стоить 9 900 рублей, если вы нажмете на кнопку «Участвовать», заполните счет, нажмете кнопку «Продолжить», и счет уже будет выписан. Да, введете купон, конечно. Давайте покажу еще раз. Нажимаете «Участвовать», заполняете форму, нажимаете «У меня есть купон на льготу», вводите его сюда, нажимаете «Продолжить», и цена для вас пересчитывается. Обратите внимание, что вы можете оплатить счет сразу, причем можете оплатить его полностью или в рассрочку. Чтобы оплачивать в рассрочку, кликайте здесь на кнопку «Оплатить в рассрочку» и выбирайте удобный для вас вариант. Если никакой вариант для вас не подходит, просто подождите, счет у вас выписан, вам в любом случае перезвонят, и вы детали по оплате обсудите с специалистом с поддержкой. Хочу вам сказать, что хоть мы и начинаем 15 января, но мы для вас приготовили специальный бонус. Его, кстати, получат все, вне зависимости от того, какую версию вы купите. Ну, во-первых, это скидка, она не резиновая, она не бесконечная. Она действует только на ближайшие пару дней и только для первых клиентов. Поэтому скидка у нас закончится. Она будет таять сначала, потом она закончится. И второй бонус важный – это специальная индивидуальная коучинговая сессия. Мы будем проводить ее либо индивидуально, либо в общем групповом формате. Что это значит? Этот бонус не включен в программу. Вы не найдете информацию о нем на сайте. Но это специальный, так скажем, ускоритель, который позволит вам добиться результатов еще быстрее. Вы получите специальный тест. Ответите на вопросы, изложенные там. Мы проанализируем эту информацию и проведем с вами, так скажем, установочное коучинговое занятие. Дело в том, что по вопросам, которые будут указаны в тесте, мы сможем определить как раз-таки потенциально слабые места, которые есть у вас, как у трейдера. И мы поможем их определить вам заранее, не по прошествии месяца или двух практики, а сразу. Мы сразу обсудим эти проблемы, которые Сергей уже просто видит насквозь. По тем ответам на вопросы, которые вы оставите. Это специальная такая коучинговая сессия, я ее называю трейдерская профориентация, которую мы не объявляем на сайте, о ней никто не знает. Мы решили сделать этот бонус специально для вас, слушателей вебинара. Чтобы его получить, это на самом деле будет очень ценная информация, которая вам поможет, даже если в дальнейшем вы будете обучаться трейдингу по какой-то другой системе. Она вам сильно и сильно поможет. Чтобы получить этот бонус, вам нужно выписать счет на обучение сегодня. Пока вы слушаете эту трансляцию онлайн или в записи. Потому что после онлайна у нас мы эту трансляцию, естественно, записи всем разошлем, и кто-то нас будет смотреть в записи. Так имейте в виду, это не важно. Даже если вы ее смотрите в записи, просто выписывайте счет. Вы можете даже его не оплачивать, оплатить можно позже. У нас время есть, мы начинаем 15 января, вот до 15 января по оплате время у вас есть. Важно его выписать сейчас. Кто будет выписывать его в течение первых 24 часов, тот получит от нас этот специальный бонус, специальную коучинговую сессию. Но вернемся к версиям. Следующая версия у нас премиум. Она включает в себя все, что есть в базовой, то есть два дня теории, методичку, таблицу с самыми потенциально выгодными инструментами. И плюс один месяц живого участия в закрытом чате с ежедневными торговыми сигналами и любыми консультациями по рыночной ситуации. То есть вот вы сидите, торгуете, у вас есть какой-то вопрос, вы можете задать его в чат. Так на него ответят либо Сергей, либо его лучшие проверенные ученики, которые работают с ним по его системе уже много лет. Также сюда входят еженедельные вебинары с оценкой рыночной ситуации и ответами на вопросы, разбором ваших сделок, анализ стеймента и запись всех сделок в специальный журнал. Мы научим вас, как им пользоваться, вы его обязательно себе заведете. Обязательный вебинар в конце месяца с разбором всех прошедших сделок, рыночной ситуации, оценки вашего стеймента, правильности входов и выходов, анализ стеймента за месяц, уроки и выводы, рекомендации от Сергея и специальный вебинар по психологии успешного трейдинга, что тоже очень важно. И премиум версия является самой оптимальной, такой средний вариант, который позволяет не только получить сами знания торговую систему, но и отпрактиковать их в течение месяца. Этого более чем достаточно, потому что система простая, вы учитесь ей всего два дня, на третий день вы уже торгуете. Ее стоимость составляет для всех 19 900 рублей, но у вас есть купон на скидку минус 4000 от этой цены, используйте его при заказе и выписывая счет сейчас, в течение ближайших суток, вы также получаете в этой версии специальную коучинговую сессию, где мы поможем вам определить те проблемы, с которыми трейдеры сталкиваются через месяц, через полгода, через год. Мы поможем вам определить их уже сейчас и устранить. Это скрытый бонус, которого нет на сайте, но который получат первые покупатели. И, соответственно, веб-версия, она включает в себя все то, что есть в премиум, но еще больше практики. Дополнительно сюда включено личная работа по скайпу со встречами не менее полутора месяца. Это регулярные еженедельные встречи индивидуально по скайпу. Не менее 10 личных встреч с Сергеем Атрощенко. Домашние задания для ускоренного роста и практики понимания рынка индивидуально для вас. И совместная торговля с проработкой и анализом в рыночных ситуациях минимум за один год для усиления понимания. Это веб-версия для тех, кто не согласен на меньше и хочет прям гарантированно просто не только научиться зарабатывать по этой системе, но и получить максимум знаний и опыта от Сергея Атрощенко. Она у нас стоит 49 900 рублей, потому что это очень много индивидуальной работы, как вы видите. Но для вас мы все равно сделали скидку на эту версию минус 4000 рублей. Для этого вам просто нужно использовать купон при заказе. Давайте я вам, кстати, покажу. Вот у вас видео. Под видео ссылка на сайт. Переходите. Вот он, купон. Копируете его. Выбираете версию участия. Нажимаете участвовать. Заполняете форму. Вводите купон в поле. Нажимаете продолжить. Как видите, цена для вас пересчиталась в меньшую сторону. Вот то, что я вам хотел сказать. Количество мест у нас ограничено. Мы берем только 40 человек, потому что индивидуальной работы очень много. И больше людей мы просто физически не сможем обучить. Поэтому активность у нас большая. Мы давно не делали запусков. И вот уже порядка 150 человек интересовалось. Конечно, далеко не все из них найдут время и придут именно на этот поток тренинга. Но я вам хочу сказать, что за ближайшее время это будет единственный. За ближайшие полгода, наверное, тренинг по этой системе. И уже более 100 человек проявляют к нему интерес предварительный. Поэтому выписывайте счета прямо сейчас, пока у вас есть лучшие условия. Ну а теперь мы будем отвечать на ваши вопросы. Если они есть... Сергей, я вам сразу микрофон передаю. Там, наверное, уже что-нибудь в чате написали. Так, друзья. Я сейчас постараюсь ответить на все ваши вопросы. Так, так, так. Где моя демонстрация экрана? Поехали. Итак. Ну, я вернусь назад, чтобы вы не обидели, что я проигнорировал какие-то вопросы. Давайте так. Итак. Значит, вопрос вот этот. Я новичок. Интересная тема. И у меня сразу вопрос. Немного провокационный. Чем опыт отличается от знаний? Поясните, пожалуйста, на примере. Когда у человека были знания, но не было опыта. И он совершил ошибку. А был бы опыт, он бы ошибки не совершил. Есть такой пример. Значит, отвечу на этот вопрос таким рассуждением некоторым. Смотрите. Знания, они могут быть, конечно же, это сродни теории. То есть у вас есть какая-то теоретическая база. Вот. Так вот. Знания, конечно же, нужно проверять. Насколько они работоспособны. И вот когда вы проверяете знания, вот в этом рождается опыт. Вот напишем знания. Знания на практике перерастают в ваш опыт. Вы попрактиковали в трейдинге те или иные знания, которые вы где-то получили, что-то с ними произошло и получили опыт. А вот здесь уже важно понять, насколько этот, вот эти знания, да, они вы уже анализируете. Насколько опыт негативный или положительный. Вот таким образом формируется ваш опыт. Вот. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Вот, допустим, он совершил ошибку, да. Ошибки – это нормальный процесс для получения опыта. Хорошо. И даже если у человека есть опыт совершения ошибок, это, в принципе, нормальное дело. Но здесь важно не совершать таких критических ошибок, как, к примеру, торговать нарушение риска, торговать увеличенным лотом или что-то подобное. То есть здесь уже опыт, он идет более такой, более рассудительный. Вот. Не знаю, корректно я ответил на вопрос, некорректно, но постарался так, насколько я понял. Так, где еще такие? Сейчас мы вернемся, посмотрим вопросы. Так, вроде бы в самом начале какие-то были. Так, не знаю. Может, если я не отвечаю на какой-то вопрос, значит... Ага. Значит, вы продублируйте, пожалуйста, его. Хорошо. Итак. На какую доходность можно рассчитывать по торговой системе? Значит, я буду вам говорить... Разобью этот вопрос. Разобью на два варианта. Первый. Доходность по одной валютной паре может доходить примерно до 15% в месяц по одному инструменту. Так. Но это не значит, что доходность самого инструмента в течение, к примеру, полугода, она может быть там 400% или 300% или 200%. Один месяц может быть 15%, второй месяц может быть 0%, третий может быть минус 2%, четвертый там, к примеру, 10%. То есть я бы, вот второй у меня второй блок ответа, это я стараюсь, для вас я предоставлю инструменты, которые имеют положительную статистику и, к примеру, за полгода имеют там где-то 10, 15, 20% доходности. Это по одному, к примеру, инструменту, да? С учетом того, что у вас в арсенале будет порядка 20 инструментов. Вот. Поэтому здесь уже нужно смотреть по вашей практике, насколько вы будете отрабатывать по каждому инструменту все сигналы или не все. Вот. Наша задача с вами, конечно же, это то, чтобы почти каждый месяц закрывать в плюс. Вот. В какой-то плюс. То есть выше нуля, чтобы была наша статистика. Вот. Я не обещаю сверхгор, сверхдоходность, потому что, знаете, ну не буду я кричать, что вау, вы будете на руках иметь сверхприбыльную торговую систему, которая сделает вас миллионером. Моя задача вас подготовить достаточно хорошо, как трейдера, научить понимать рынок, вывести вашу торговлю в плюс. Потому что, ну иногда вот получается, что кто-то тренинг проходит, потом по истечению времени он не зарабатывает. Вопрос, почему он не зарабатывает? Я думаю, есть такие люди, да, которые проходили тренинги и не зарабатывали. Моя задача, чтобы вы зарабатывали. Вот. Для этого, в принципе, есть статистика проверенная. Так, Сергей Иванович, используете ли уровни в этой системе? Да, я использую уровни, но я использую уровни как элемент перелома тренда и использую те места, которые в 80% отрабатываются. Примерно вот так. Так, конечно, ну много мне, я наверное уже на следующем вебинаре более подробно буду отвечать на вопросы, потому что они требуют уже там ответов где-то около 5 минут, чтобы ответить более досконально, чтобы вы поняли. Но, если коротко говоря, то элементы уровней, переломов трендов будем мы использовать. Торговать на МТ4 или другая платформа? Да, на МТ4 можно торговать. В основном я буду работать на МТ4 вместе с вами, поэтому ответ да. Вы говорите в плюс, это 20 долларов всего, но здесь речь идет не о 20 долларах, а здесь речь идет, ну вот допустим, смотрите, по каждому инструменту вы сделали 3%. Вот и умножайте, 3%, к примеру, по каждому инструменту за месяц и у вас 20 в арсенале. Или, к примеру, вы торговали по 10 инструментам. Или вы, ну здесь сложно просчитать всего. Я так понимаю, у вас 100 долларов, да. И, к примеру, я так понял, вы посчитали 20% от депозита, да, это 20 долларов. Вот, друзья, Александр, не спешите хапнуть куш. Смотрите, важнее всего это ваш торговый навык и регулярный системный доход от трейдинга. Потому что вы в первый месяц можете вдвое увеличить депозит или втрое, да. А потом на следующий месяц вдвое или втрое опуститься в ту же планку. Вот, да, поэтому вот это не системные действия, хаотичные. Поэтому моя задача регулярной. От нас, от всех, друзья, это регулярный системный доход. Вот это моя самая главная задача для вас. Так, Рушан, дублирую вопрос. Я в начале пути, я новичок. Хорошо. Хочу понять суть трейдинга. Трейдеры играют друг против друга. Так ведь, если один выигрывает, то другой проигрывает. Допустим, что у всех трейдеров одинаковый опыт и одинаковое знание. Кто в такой ситуации выиграет, а кто проиграет и почему? Отвечаю на этот вопрос. Значит, не забывайте, что это... Вот возьмем вот этот экран, да. Возьмем, что вот это биржа, да. Вы, конечно, логично описали суть трейдинга. В любом случае, любые трейдеры выиграют, даже не выиграют, не будем это к выигрышу соотносить, зарабатывают или теряют. Да? Вот. Допустим, этот трейдер зарабатывает, этот трейдер теряет. Конечно же, конечно же, прибыль берется от потерь тех, кто теряет. Кто-то в минусы, да. Кто-то потерял, кто-то зарабатывал. То есть, это общая такая тарелка, в которой крутятся основные финансы, да. Не забывайте, что есть третьи лица, крупные игроки, которые настроены агрессивно против вот таких вот трейдеров. Вот. Поэтому в основном на рынке работают крупники, которые двигают цену, вот. И у них капитал их гораздо больше. Наша задача присосаться к ним. Вот. Вот ответ на вопрос, кто в такой ситуации выиграет, а кто проиграет? Здесь, конечно же, такой философский ответ, наверное, у меня будет. Дело в том, что будет зарабатывать тот трейдер, который понимает рынок и который достаточно объективно оценивает ситуацию. И при этом он торгует таким образом, чтобы его вероятности, прибыльные вероятности, они были выше убыточных. Вот. Естественно, у меня, конечно же, сейчас принцип такой, чтобы быть как присоски, как пиявки к крупняку. То есть, наша задача присосаться к крупняку и вместе с ним зарабатывать все. Так. Александр, вы продаете свою стратегию, но заранее не уверены, что мы будем выигрыша. Такой ответ на этот вопрос. То, что, давайте так, то, что стратегия работает, я уверен. Но я, конечно же, не могу отвечать, насколько у вас хороший торговый опыт, психология и прочее. Ну, то есть, я не могу понять, насколько вы будете хорошо соблюдать правила торговой системы. Если вы будете достаточно хорошо соблюдать правила торговой системы, да, и не выдумывать свой велосипед, если вы, ну, я думаю, это не сложно, Александр, это не сложно, то, конечно же, вы будете, вот опять же, не в выигрыше, а в заработке. Ну, давайте не будем говорить выигрыша, там мне что-то казино напоминает. Я думаю, обоснованно я ответил. Скажу так, торговая система работает, и если вы будете соблюдать правила и не теряться, не нарушать правила торговой системы, конечно же, вы будете стабильно зарабатывать. Да, рынок никому ничего не должен, поэтому наша задача – это вероятности. Наша задача – это работать так, чтобы положительное мат-ожидание превосходило наши убытки. Хорошо. Не знаю, Александру удовлетворил я своим ответом или нет. Просто если нет, так пишите, отвечу более, может быть, еще с другой стороны, более подробно. Вот еще пишите ваши вопросы. Так, можете хотя бы в общих чертах показать. Да, смотрите. Что мы будем отслеживать? У нас будет голый график, абсолютно голый график. Допустим, у нас идет цена. Например, мы будем отслеживать самые ликвидные места на рынке. Допустим, вот это место самое ликвидное. Вот. Значит, мы уже заранее, даже пока движется цена, мы уже будем заранее знать, что сюда в 80% вернется цена. наша задача будет только найти точку входа в рынок и взять вот это движение. То есть, допустим, по той же самой Канаде. Вот, сейчас я покажу вам. Так. Где моя Канада? По той же самой Канаде. Вот смотрите. Вот. То есть, вот у нас были точки входов. Вот. Вот здесь. Вот здесь. Вот они фиксации. Ну и там ниже. То есть, вот оно наше движение, которое мы брали. в 80% это будет отработка целей. Хорошо. Торговая стратегия рабочая. Как вы будете нас поддерживать? У нас будет закрытый чат, в котором мы будем ежедневно разбирать те или иные рыночные ситуации. Я вам покажу самые простые правила, как понять рынок. Механика рынка. Вот, кстати, очень интересно то, что по голому графику вы можете даже без объемов определить, что будет с ценой. Я считаю, ну, это очень такой знаменательный момент у меня лично. Потому что вот те, которые в последнее время, даже ребят, те, которые по объемам обучались, да, я сказал, опросил, говорю, ребята, давайте так, у кого есть результаты по объему? У меня там отписало, ну, допустим, было 10 человек, 5 отписало. У меня есть результаты по объемам, остальные 5 сказала, что я не понимаю. Вот, у меня нет результатов. Я говорю, окей, все, теперь попробуем работать по этому принципу. Девушки, у которых вообще там не было результата, стабильно делают, сейчас стабильно зарабатывают. отчеты. Вот, конечно, ну, я думаю, что, ну, на сайте там есть отчеты, но, если хотите, могу сейчас показать. Вот, могу показать. Вот, давайте, ладно, хорошо, давайте я сейчас покажу. Так, где, где вот результаты, сейчас я просто вот ради интереса покажу. Не голословно, я требую стейтменты у людей. Так, сейчас посмотрим, где, просто, чтобы не быть голословным. так, 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 сейчас я найду, потерпите чуть-чуть, потерпите. Вот, смотрите, Елена за месяц 3,6%, но, я ей лично отписывал, она сказала, что месяц был для нее ужасный, потому, что она была очень занята. Вот, именно по работе, именно по работе была занята. Так, ну, вот, допустим, вот результат положительный. То есть, ну, результаты, вот те, которые соблюдают систему, результаты есть. Вот, у людей, не знаю, почему, но многие, у многих не хватало просто времени торговать. Просто не хватало. Ну, к сожалению. Так, значит, еще вот, Александр, я лично для вас. мы будем, конечно же, я буду вам показывать самые рабочие моменты, механику рынка, чтобы вы поняли простоту рынка, да, вот, мне самое главное научить вас видеть не сложными глазами рынок, а именно простыми, вот, потому что не хочу я усложнять, я сейчас пытаюсь упростить все. поддерживать я буду, задавайте любые вопросы, буду разбирать ваши сделки, контролировать ваши входы, не проблема, друзья, конечно же. Так, какое соотношение риск-прибыль? Соотношение риск-прибыль примерно минимум один к одному, в основном один к двум, один к трём, ну, бывают сделки один к десяти, конечно, вот, в среднем это один к трём, я могу вам показать, я могу вам показать потом более агрессивные ранние входы, но, ладно, вот, отвечу на такой, ну, дополнительный вопрос, я сейчас пытаюсь еще лучше усилить результаты, смотрите, ну, допустим, нахожу места, которые в восьмидесяти процентах отрабатываются, и мы будем брать, к примеру, сделки один к одному, один к двум, взяли, вышли, вот, это для тех людей, которые не могут сидеть среднесрочно, вот, многие мне писали, что проблема, я не могу сидеть среднесрочно, поэтому мы будем, для тех, кто хочет побольше зарабатывать, взял и забыл, да, так, Рушан, я так понял, что все ошибки в трейдинге можно свалить на психологию, потому что в трейдинге нет четких формул, в трейдинге есть формулы, которые дают статистическую вероятность, я их определил, эти формулы, вот, обшибся, сам виноват, ну, Рушан, конечно, я соглашусь с вами, смотрите, если у вас есть торговая система, которая рабочая, да, а вы сами нарушаете правила, сами где-то там отвлеклись, не вошли в сделку, да, то есть, конечно же, здесь вы виноваты, потому что вы не соблюдаете правила, так, ну, вы рассуждаете верно, вот, здесь уже, конечно, нужно поработать над психологией, я уже скажу, что психология многих-многих подводит, и в том числе и я перед вами сижу, тоже такой красавец, который не гуру, но которого тоже подводит иногда психология, вот, так, Сергей прочитал вашу книгу, я как-то понял, что могу доверять вашему методу, так, ну, смотрите, я стараюсь не показать себя такой, таким всезнайкой рынка, ну, моя самая главная задача, это не себя показать, а моя главная задача самому зарабатывать и научить зарабатывать других, то есть, ну, я не хочу пиариться, там, просто, ну, светиться, вот, блистать теоретическими знаниями, я все, я практически, ну, моя задача это зарабатывать самому и научить зарабатывать других людей, вот, в этом я стараюсь, поэтому я копаю рынок до такой степени, чтобы, ну, вот этот семнадцатый год я посвятил тому, чтобы действительно статистика, она показывала, что работает, что нет, вот, отбрасываем то, что не работает, и работаем по тем сигналам, которые наиболее вероятны, которые с наибольшей вероятностью приносят вам прибыль, вот и все. Зачем вам это нужно? Ну, я как-то давно отвечал на вопрос, почему я обучаю, вот, дело в том, что, во-первых, когда я начал обучать, я в раза три начал быстрее сам расти, как личность, вот, во-вторых, у меня есть мой друг, который где-то, так скажем, года три, наверное, или четыре отсутствовал, честно вам скажу, вдвоем гораздо легче торговать, чем одному, вот, и даже в группе, когда я, совсем парадокс, когда я даже даю торговые сигналы, я даже более уверенно себя чувствую, когда мы в группе занимаемся, это, наверное, в третьих или четвертых, да, когда я обучаю, я не один, потому что, ну, лично мне, я не знаю, почему, но лично мне легче работать с аудиторией и, быть в команде, чем одному, потому что, ну, допустим, я начал, я засыхаю, когда я один, вот, мне, я не знаю, но мне легче в команде работать, а тем более, когда я в основном делюсь знаниями, знаниями, я не знаю, почему, но вот так многие авторы почему-то отвечают, что они гораздо быстрее растут, во-вторых, наверное, здесь еще такой момент самореализации некая идет, вот, есть трейдеры, которые торгуют, может быть, сами, но я, наверное, тоже, как часть моей самореализации, тоже, это тоже и обучение, вот, ну, и скажу так, что я, наоборот, расту в этом, даже, когда я обучаю, вот, всегда, всегда я замечал, что, всегда замечал, что, когда ты отдаешь что-то, ты в этом растешь, ну, альтруист, может быть, и не альтруист, как мой второй источник моей деятельности, я сейчас помогаю многодетным семьям, вот, у меня где-то примерно 11 семей, которым я лично приезжаю, каждому в гости, вот, у них там по трое, четверо, пятеро детей, вот, которым я лично их финансирую, там, покупаю, вот, наверное, может быть, и завтра поеду, покупаю, у меня есть помощник, подсолнечное масло, сахар, продукты, ну, короче, вот, это, это просто, это не касается трейдинга, это просто говорю о моей, ну, второй медали, чем я занимаюсь, помимо трейдинга, вот, это факт, поэтому, как бы, это личными финансами, я помогаю, вот, вот, буквально в этот понедельник ездили к женщине, ее зовут Александра, у нее ребенок 11 лет, Женя, который болен, двое детей здоровых, а один болен, это заболевание, ну, похоже на ДЦП, вот, поэтому, ну, жалко, такие люди просят помощи, у нас, в горосполкоме, ну, и мы, как бы, стараемся где-то откликаться, так, реально ли на базовом тарифе получить результаты, так, конечно, есть люди, знаете, есть такие люди, самородки, которые, вот, копатели, которые анализируют, вот, Эльмира, если вы действительно человек, который, сами через себя пропустите систему, где-то или на тестере, или на истории, уделите достаточного внимания, чтобы ее протестить, проанализировать, да, вот эти вот паттерны, которые я вам дам, там вы получите методичку, вы поймете без вопросов, да, и у вас будут результаты, у вас будут результаты, ну, конечно, большинству людей нужен еще наставник и пенди, чтобы люди разбирали, были с ним, обговаривали эти все торговые ситуации, показали, потому что, ну, в режиме онлайн, когда мы вместе будем месяц проживать, конечно, это лучше, если нужна помощь, я готов помогать городу Напа, ну, я в Беларуси, Гомель, хотите приезжать в гости, я открыт, не проблема, ну, как бы, конечно, я просто пока локально по месту помогаю, но, не знаю, можем как-нибудь и посотрудничать, не проблема. так, что, друзья, вот, если хотите, мы встретимся, когда у нас там встреча? 15-го, вроде бы, 18-го, понедельник, да, если хотите, подготовьте, ну, то, что вас, какие вопросы интересуют, может, я недостаточно что-то раскрыл, рассказал, покажу, расскажу, если хотите, в скайпе покажу все переписки, да, с моими учениками, и сейчас я вот, надеюсь, это июля, 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 потому что я стараюсь каждому уделять время, писать, мне все-таки важно, чтобы люди, вот, июля, да, а нет, она тут, она тут, стыд и не выкладывала, но, так, вот, ее отзыв, вот, это не просто голословные какие-то отзывы, ну, то есть, они, я стараюсь, действительно, говорю, ну, если у вас что-то не получается, пишите, может, чуть-чуть по психологии разберем, или что-то там посмотрим, смотрите, во время обучения, ну, мы еще вот с Михаилом посмотрим, где мы будем обучаться, да, вот, если это будет общегрупповое занятие, то пишите, это вам обязательно нужно писать, вот, но, конечно, если мне каждый лично будет писать, лучше, смотрите, если вы будете в группе, ну, на всеобщее обозрение писать, вот, может, кто-то будет стесняться задать вопрос, а вы зададите, а все остальные, о, да, я думал об этом вопросе, но, как-то, то ли забыл его задать, то ли что, чтобы все видели мой ответ на ваш вопрос, это даже всем будет полезно, вот, я думаю, вот такая логика построения общения будет самой оптимальной, но писать вопросы обязательно, Сергей, а на тарифе премиум, так, а что я, что я, что я посмотрел, да, премиум, можно написать вопрос, но, я понял, можно написать вопрос, но больше приоритет, я буду уделять тем, которые, ну, в групповом обучении, а так можно написать, конечно же, буду стараться отвечать, вот, потому что, конечно, здесь приоритет тем, кто в группе, ну, что, друзья, мы уже сколько занимаемся, мы уже занимаемся, третий час пошел, да, поэтому, поэтому предлагаю вопросы, ну, если хотите, на понедельник, вот, еще позанимаемся, да, сегодня у нас хороший такой прошел эфир, я думаю, что вполне можно на сегодня заканчивать, значит, по техническим вопросам, я здесь еще видел пару буквально слов скажу, так, по купону не срабатывает, Сергей, ничего страшного, если не срабатывает, важно, что вы его туда ввели, возможно, там какая-то проблема с браузером, или еще с чем-то, не беспокойтесь, то есть, когда вам перезвонят за подтверждением счета, это все будет учтено, так, важно, что вы его ввели, и по поводу того, что я видел там вопросы по оплате и так далее, если у вас будут эти вопросы, обсуждайте их, пожалуйста, когда вам перезвонят, то есть, сейчас важно, чтобы просто вы зарегистрировались на тренинге, для этого вы можете записаться на обучение, по ссылке, у вас под видео есть, rocketforex.infodd.ru, переходите, выписывайте счет, и можете оплатить его сразу, или потом, важно, чтобы вы выписали счет, сейчас пока еще есть места, пока есть скидка, и пока есть специальный бонус, для тех, кто зарегистрируется в ближайшие сутки, это специальная коучинговая сессия, чтобы определить, и решить сразу те проблемы, с которыми вы неизбежно бы столкнулись в трейдинге, спустя какое-то время, а мы их с вами выявим, и решим сразу, ну что ж, друзья и коллеги, огромное вам спасибо за участие, спасибо, что досидели эти два часа, наверное, для многих это было непросто, в принципе, выделить столько времени, потому что я знаю, мы все очень заняты, у каждого есть работа, бизнес, у кого-то учеба, поэтому огромное всем спасибо, мы встретимся с вами в понедельник, и продолжим разговаривать про построение прибыльной торговой системы трейдера, и в пятницу, 22 декабря, у нас будет еще третья трансляция, посвященная вопросам психологии трейдинга, как раз таки, мы не будем, что называется, из пустого в порожнее, мы будем обсуждать конкретные проблемы, с которыми люди сталкиваются, торгуя различные финансовые инструменты, как новички, так и профессионалы, будет много полезных фишек, понедельник и пятница, 18 и 22 декабря, также в 19.00, в группе инфоклубе, ссылка под видео у вас тоже есть, мы там эти трансляции все опубликуем, поэтому переходите также в группу, вступайте, чтобы ничего не пропустить. Все, всем большое спасибо за участие, и до встречи в понедельник. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!